всем привет очередное очередное крабство на титане я тут немножечко уже сам покорибирил этот упоротый nyx так на валете лярд 80 но ну короче грубо скажем лярд на валете потому что я начал крабить у меня еще 950 лямов было 100 лямчиков уже накравил будем считать что будем вести отчет от лярда ну это такой я принципе запускаю потому что говорил народ что по таймзонам кому-то неудобно вечером уже совсем смотреть может сейчас кому-то что-то полезное будет просто на самом да отлично прекрасно болен и сразу же фэйл ничего страшного какой-то мазер странный крабил бы туманки чистоту крабит то не крабит это непонятный тип зачем я прыгнул на туманку по-тихому крабит и гейтовый тоже но это это само собой разумеется что только-только приходишь и сразу же все занят это так это так всегда сейчас летал летал все в порядке никого нет никто не трогает никто не мешает стоило запустить стримчанский и все резко изменилось ну копать не просто не охота я тут последние последние два дня и так очень интенсивно копал ну ничего крабство на ручке чуть-чуть постримил сейчас чуть-чуть вот на титанчике можно постримить если все нормально вы сегодня жду ответ мне тут начальники такие подпишешь доброе утро все дела там напишите пожалуйста там сделали мне отпускной билет или нет я вам просто не отвечает ничего и все типа есть сам узнавай но мы после обеда наверно поеду после обеда уже узнаю сделали мне не сделали документы в принципе должны были сделать в любом случае титаны ну я кстати так подумал учитывая направление разработчиков как они ушатывают в общем-то геймплей в целом что это о чем я говорю это супера превращаются такие корабли ну одноразовые то есть ты где-то прыгнул на титане может быть ты кого-то из обозонил и задумал сделал но при этом какая-нибудь мелочь тебя также загрызет вполне себе успешно да то можно разогнать тот же аватар под бонусами до 9 миллионов армора будет 9 миллионов армора да это очень долго еще и под резистами хорошими очень долго долго его придется пилить но там уже все дело в том сколько взяли с собой патронов у нас уже в делве бьются рекорды по ценам за 58 есть ой за 48 уже лярдов продают титаны уже не знают как от них избавляться потому что переизбыток руды на самом деле я надеюсь будет какая-нибудь какая-нибудь войнушка ближайшее время потому что это все надо как-то как-то надо это все разгрузить то есть я имею ввиду что надо где-то терять корабли с кем-то с кем-то рубиться иначе ну не знаю сделаем ваши ставки после нового года титаны по 40 лярдов вполне себе возможен 45 пусть будет 45 грубо говоря потому что сейчас люди кто продает это обычно либо производственник который хотел навариться ставил титан который там строится почти месяц до а его обломили немножечко то есть у нас же было как в конце июля уехал арморный флот на север там пандемиков щемить co2 nc а шелдовый осталось той шелдовый остался в приоритете и все начали ну тот кто все конечно кто имел возможность покупать левиафаны включая шелдовый мазера я вот сидел на виверне может кто-то помнит рагнароки популярность определенную получили рагнарок он по производству дорогой смотрел там рагнарок он сам по себе как бы не ну мне не нравится он внешне он понятно что он самый дпс ныда у него огромный дпс за счет не 5 не 5 нижних слотов и их можно защитить в домах не париться привет денис и левиафан но он тоже хорошо фитится в именно именно в дпс потому что нижние слоты хоть и 4 но они свободны а там шелдовому кораблю по сути в нижний слот самое главное это воткнуть чемодан чемодан поставил все одно там чемодан поставил ну и power diagnostic system ставят то что там не помню там санческий вы эти господи колдарские самые такие больше на перезарядку объем счета дают поэтому ну следующая цель у меня конечно левиафан но это потом по возможности как пойдет возможно левиафан если нормально будет там может быть январе феврале возьму левик еще ну что тоже надо очень много нафармить ракетки прокачивать ракетки у меня вообще но сейчас переварпну не забуду так покажу ракетки у меня вообще практически не качаная то есть для турели у меня все скиллы в пятерочку саппорты а для ракеток вообще ничего пятерочку нет такая вот штука так видно валет так валет видно и мне видно так 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 и и и и и и и Смотрите продолжение в следующей серии. О, Денис, 6 лет, я думаю, за 6 лет уже можно. Но на самом деле, опять же, покупка таких кораблей, как Титан, Мазер, да даже Кара и Дредноут, они, это же все считается. То есть ты должен подумать, так, вот я беру Титан, хорошо. Или Мазер, да, супер, короче, супер корабль, который, кроме как в Кипстаре, никуда больше не задокать. Ты должен задуматься, так, а что я буду делать на нем? Что? Сливаться? Что ты будешь на нем делать? У тебя способен, допустим, твое формирование, твоя корпорация, твой альянс, там, как-то оборонить твой крабский Мазер. Или выставить, там, достаточное количество Титанов, чтобы подраться за свои территории, да, защитить их. То есть ты прикидываешься за и против. Если оказывается, что твой Мазер в любой залетный ганг, там, из 30-40 человек спокойно запинает, да, то какой смысл его покупать? Ты его просто просираешь, и все. Хэппи-энда не будет. Включаю варп-двигатель. Поэтому я в свое время, когда жил в Прагонсоуле, тоже возникал у меня такой вопрос, когда я первый свой айон покупал. Ну, я первый говорю не в том плане, что я их, там, сколько-то сливал, а то, что я айон, там, и продавал, потом покупал Никс. Вот, я брал, когда мы поставили Кипстар. Вот мы развернули Кипстар в июле, что ли, или в сентябре, я не помню, построили, развернули свой Кипстар. Но у нас там были такие территории, что никто до нас не долетал, слишком далеко. Тут есть Ледотлан Открытие, самый низ Прагонсоула, это вот те констеты, где я там жил. Сколько там, полтора или два года тоже. Супер-крабские места. Кто там жил, там жили мега-крабы. То есть люди крабили со страшной силой. Смортовики. И прочее, и прочее, и прочее. На Титане сейчас неплохо крабить, на самом деле. Вот сколько стримов уже прошло. Кто смотрел, заметили, что тики очень приличные. Выхлоп, то есть, трата Стронсуума и плюс Стика. Тик гораздо выше. Стронсуум за выстрел там где-то 3 миллиона тратится. 1400 Стронсуума, чтобы прожать Бозоник. Так, сюда Никс прилетел. Я вот тут тоже подумывал в последнее время Айон поменять на Никс. Потому что что-то на Айоне ДПС совсем плохой. Очень плохой ДПС. Прямо сидишь так, смотришь, думаешь, и болеем. Как так можно? 5700 ДПС на Галинских фейтерах. Включаю варп-двигатель. Это еще 2 ДДА-шки стоят. 2 ДДА-шки, потому что... Иначе совсем не будет там что-то 3 700 или 4 500 ДПС получается. Вот самое такое различие, я заметил, в Еве и в Стар Ситизен, в Еве не чувствуется размер корабля. То есть, вот ты садишься на Титан, и у тебя вот так же камера к жопе прилеплена, да? Ну, можно, конечно, и вот так вот сделать. Тактическо можно там от первого лица, но это вообще непонятно. Это может для бомберов каких-то только, если взлетит. Не чувствуется корабль, что он огромный. А вот в Стар Ситизен сейчас идут эти бесплатные полеты каждый день. Там кораблики всякие дают помацать, там и большие корабли. То есть, даже на большого там ножа садишься, не капитального, там капитальных не давали, а большого там ножа, там реально ты вот прям чувствуется, что ты на огромной страшной махине, короче, летишь. А здесь вот единственное сравнение, вот, да, вот корабль размером с гавань. Ну, я, я стараюсь, я стараюсь. Еще, кстати, сейчас в планах запилить... Видосы по Rorkid, что я только смотрел у меня в стареньких видосах, которые я год назад делал, там до сих пор какая-то активность. До сих пор активность, люди что-то спрашивают, переспрашивают. Надо будет запилить еще раз видео на Rorkid, как правильно тормозить, как правильно реварпать. Ну, не то чтобы правильно, а как это делаю я, как варпать в камень максимально близко на огромные камни и при этом не бомбаться об них или бомбаться, но не сильно. То есть это все можно сделать. Надо будет запилить на эти время. Сейчас вот, в принципе, если мне сегодня должны дать ответ, если мне подписали рапорт на отпуск, то завтра я выхожу в отпуск. А если не подписали, то я завтра в отпуск не выхожу, лол. Конечно, у меня страшно бомбанет. Ничего не поделать. Опа, дредноут. Ну, дредноут, если он сейчас не вытопит отсюда, я вот так же убью. Так, 24 километра. Что, он вытапливает, что ли, да? Вытапливает. Вот дредноут блатовский. Опасности практически никакой не несет для суперов. Ну, сейчас никакой. В 16-м году, когда их только ввели. А-а-а. А-а-а. так еще не мыша так ну трудно что-то бомбаться сейчас будет жесткая вот так же бозоником собью наверно да тут просто классическим дум с дым можно в него шмальнуть это будет красиво ну хотя можно и классическим дум с дым шмальнуть с допушку развернул все равно ждать пока перезарядится и 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 Так, ну сейчас отвалится. Ну тут нейтралы залетели, но они на мелочевке, мы их не боимся. Откуда они? Я хотел гайку пойти покемпить. Покемпить. Ну 94 ляма тик, но это все-таки... Потому что я стою. Вот фигово то, что этот дредноут снесет всю шелду. Как дредноут астероидного патруля. Что же ты тут забыл из своего астероидного патруля? Бездюха такая, да? Рыпаться на меня пытается. Пусы вообще кончен. Можно, конечно, у него популять тоже. Его, кстати, можно и обычными пушечками, мне кажется, затыкать вполне. Потому что там... Сколько у меня? А, сейчас я еще бустеры съем там. Как задрали эти объявления. Да, что у меня там? 3 800 ДПС, ну да, это нормально. Ну я для вас сейчас пульну. Думсдэем, кто если не видел, как выглядит. Классический Думсдэй. Как он там, Джан, Джаг, Джимент. Красивая штука. Правда, жрет топливо. Все. Дредноут быстро очень закончился. Что-то я тут его как-то... Не получится так, что ли. Ну ладно, да, да. Взрывается красиво. Включаю варп двигатель. Ладно, едем. Включаю варп двигатель. Вот и все. Не, на самом деле он так же хорошо и бозонником убивается. Можно бозонником убивать, можно автоатакой убивать. В принципе, вообще без разницы. Он, что хорошо, не вешает агру. Ну, стандартный Думсдэй, который полтора ляма урона наносит. То есть, можно спокойно рефититься. То есть, с ним шмальнул, что-то надо рефитнуть. Рефитнул. Денис, и тебе удачи. Ну, конечно, вешается вот эта швартовка на 5 минут. То есть, зашвартоваться все равно нельзя. Как бы... Ну, это правильно. Тут вопросов никаких, конечно, нет. Исчерпаны заряды модуля. Красиво шмаляет. Только жрет Озон. Ой, Озон... Нет, как я... Изотопы. Изотопы жрет. Также сейчас на саб-капитальные шмалять нельзя этим Думсдэям. Только по капитальным кораблям. Это зря. Раньше был АУЕ урон. Шмаляешь в кучу БШ, и они лопаются. Что, в общем-то... И при скиле F5 он наносил не полтора миллиона, а три миллиона урона. То есть, очень сильно все пофиксили. Кораблики капитальные сделали потоньше. То есть, Титаны сейчас гораздо тоньше. Раньше более существенная толщина, так сказать, была. Количество... Количество армора. Поэтому... Ну, все равно, конечно, да, Титан остается такой машиной, которую просто так не убить. Но тот же Айон, он по армору получается потолще. То есть, по армору, по резистам он чуть-чуть потолще. За счет того, что у него идут бонусы по 4%, да, за уровень скилла, резы прибавляет. То есть, там ставится меньше реза, больше плит. Там у Айона по фите 3 плиты ставятся. У Титана... Ну, вроде у всех Титанов там по 2 плиты ставят. В шелдовых я точно не помню, надо фиты смотреть. Тут, может быть, Саня успеет взять Левиафан. То есть, если... Если он также успеет выхватить Левик, в принципе... Тоже очень даже неплохо. Так, ну, я думаю, я успею перефититься. Вот и все. Что-то я высоковато, да? Высоковато взял. Ну, тут конус, вот он конусом идет. То есть, 21-20 километров, он все равно конус очень широкий. Он цепляет всех. А вот когда почти в упор приварпываешь, бывает, что может какой-нибудь фрегатик сильно отбампает или БШ какой-то отбампает и не зацепит. Это очень печально. Включаю варп-двигатель. Все, посмотрим. Включаю варп-двигатель. О, где-то туманка появилась. А хотя, наверное, сейчас суд из-за нейтралов не крабит. Если, конечно, с ума не сходить в плане фита того же супера. Если нормально фитить. То есть, у меня никаких там хедсинков и прочей хрена ты не стоит. То есть, на армурных кораблях хорошо. Нижние слоты тупо в танк. Средние слоты, пожалуйста, крути-ка, хочешь. Ставь туда, что хочешь. Тот же Rebus, например, там, пожалуйста, поставь там какую-нибудь сеточку, если хочешь, да, там, поставь каприч. Поставь еще что-нибудь. Батареечки, АБшечку. Раз. Так. Стронсуум сегодня возил. Ну, на рорке хорошо, на рорке очень удобно возить стронсуум. Вот сколько-то, 46 тысяч влазит. 47 даже. Две ходочки, в принципе, на целый день стронсуума хватает. Вот крабить на фракционном Титане. Это, конечно, это уже совсем другой вопрос. Тут, ну, не знаю, я бы решился бы, может быть, на комоде. За счет того, что у нее есть возможность выпускать фейтера, и, собственно, файтер Б имеется, то можно с собой таскать не только там крабский какой-то файтер, да, или легкие фейтера, но еще и бомберы. То есть ты выпускаешь, получается, один тяжелый, который антикапитальный, он получает 100% урона. Я вот смотрел, обычный сквад истребителей, галинских, боевых, это 960 ДПСа, без всяких бонусов, вообще без бонусов. То есть сам по себе сквад, ой, сам по себе сквад наносит, короче, 1000 ДПС, грубо говоря. То есть получается, если поставить дрон-дамагер, то он дает 200 ДПСа сверху. Опять же, к чему? То есть на том же комоде или на каймане, который тоже может выпускать фейтера, там идет бонус 100% прочности и 100% к урону. То есть получается, можно в тот же комоде поставить один дрон-дамагер буквально. И будете получать почти 2500 ДПСа с одного, да? То есть... А, подождите, нет, 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 нет. 2500 ДПСа будет как раз тех двух легких фейтеров, которые можно выпустить. Я не знаю, сколько ДПСа будет на хэви фейтерах. Тут это уже такая тема. Это надо где-то смотреть, просто загружать хэви файтера и смотреть, сколько у него ДПСа. потому что я так не скажу. Даже примерно. Саб-капитальный там использовать не будет никакого смысла. То, что он будет далеко улетать постоянно, это за ним следить, как и за маленьким. Неинтересно, короче, это будет все. А вот два легких выпускать. Опять же, если какая-то мелочевка прилетела, ну, это просто прекрасно, да. Взял быстренько, выпустил 2500 ДПСа с этих двух сквадов. Было бы достаточно, чтобы резануть любую мелочь. Абсолютно любую. ДПСа больше, чем у Кары. У Кары обычно там в районе 2000, да, получается. Там внутри там это не хагур какой-нибудь, если стоят дрон-дамагеры, да. А Арчон и Химера, они вообще без бонусов на урон, поэтому у них ДПС очень маленький. Хотя у меня стоит, конечно, Арчон, есть у меня, но я не знаю, что на нем можно делать в принципе. Вообще. Не представляю. Сергей, так там же все просто. Там пограничный катер ФСБшников его на таран взял. Он его получается это был не катер, это был буксир, во-первых. Ты когда видишь кораблик, у которого покрышки вокруг, ну так, грубо говоря, покрышки вокруг борта, это буксир. Это всегда буксир, сто процентов. А пограничный катер его взял, как бы, остановил его. То есть он его, если видос посмотреть, да, вот видно, что он его слева по борту, справа по борту от буксира чуть-чуть обогнал и просто на него навалился. И тут просто тупо резко остановился, потому что пограничный катер он гораздо по водоизмещению больше. Вот и все. Там еще там что-то, три, три, три катера всего захватили, какие-то взяли как бы на абордаж. Ну, я так понимаю, это была просто мега наитупейшая команда. Представляете, это вот, вы представляете просто там вот эти пацаны, которые моряки, да, сидят. Это обычные контрактники, такие же вот, как я. им говорят, идите через Керченский этот пролив, через этот мост куда-то там. Вот, что они должны подумать? Ну, вообще, в целом, о своем государстве, о правительстве, о своем, типа, такие приказы дают офигенно. Это, по сути, им приказали суициднуться. Это ладно, они еще не рыпались, это они еще не стреляли ни в кого там, ну, видимо, у людей-то мозгов хватило немножко. А так, это просто, блин, беспонтовая провокация. Просто провокация. Опять же, попытка создания вот этой накаленной обстановки в мире, то есть, да, там, США сейчас возмущается, что Россия там проявляет агрессию. Так это наши воды территориальные. Хотим мы проявляем, то есть, ну, точнее, даже не так, не то, что беспредельщики, что хотим, воротим, а есть установленные правила прохода через этот Керченский пролив. Вот. Эти корабли просто взяли и поехали. То есть, знаете, это как вот типа, ай, да все будет нормально, я сто раз так делал, поехали. Вы же все, наверное, знаете, что любой мост это стратегический объект. Любой мост охраняется, тем более такой, как этот Керченский мост, да, сколько с ним там всего связано, этих проблем. Вот. Привет, Скирнослов. Поэтому, блин, и я должен, ну, там, конечно, кэп у этого пограничного катера вообще жесткий тип. Давай, блядь, давай! Жесткий, жесткий мужик. Не ссы, блядь! Куча видосов таких. Там, при Советском Союзе в Черном море американский там эсминец также, то есть, как там, как это, навалом? Я не понял, как это называется. То есть, тоже с борта обогнал его чуть-чуть, и у нас, у нас пограничный получается катер как бы чуть-чуть обогнал, и получается, как объяснить, как бы наехал на корабль сверху, то есть, он там смотрел видос, он там ему раздолбал этому пиндоскому эсминцу там какие-то установки, вплоть там чуть ли не до критической аварии, хотя тот же эсминец был поболее, чем сторожевик. Капитан жесткий, но, ну, все правильно сделал. То есть, во-первых, этот видос, вот, это же не зря это все распространяется, вы что думаете, это все просто так, просто так кто-то там на ходовой это снимал, то есть, человек, который снимал, он находился на ходовой, откуда в обычное время происходит управление кораблем. Когда корабль в бою, там есть командный, ну, там сторожевик, то это маленький кораблик, вот, например, вот на Петре, там есть центральный командный пункт, главный командный пункт, запасной командный пункт, это он находится уже в корпусе, где, собственно, находится командование, а не на ходовой, где вот эти вот, не в ходовой рубке, куда снаряд прилетит, да, и все, это минус все, кто там был. Молодец, по мне, так вот, вот, показушный такой образец, что будет с нарушителями, то есть, там ведь, вы видели, у него там АК-130 стояла, пушка 30-миллиметровая, которая разрезала бы просто нахрен бы этот буксир, если по нему шмалять, там скорострельность сумасшедшая, он без применения оружия его остановил, это вот морское, так сказать, как это, маневры, решают маневры, вот если бы просто бы расстреляли бы эти три катера, то, наверное, да, это было бы как беспредел какой-то, вот, а так, видишь, их красиво остановили, красиво задержали, то, что там кого-то ранило, ну, ёптать, конечно, когда в тебя корабль больше под тоннажу врезается, там, нихреновый удар должен был быть, кто-то головушкой-то ударился, а щиток какой-то, включаю барб-двигатель, или о броняху, ну, хотя, какая броняха там на катере, на самом деле, это все печально, вместо того, чтобы пытаться наладить отношения с Россией, вернуть все в старое доброе русло, да, когда, да, там что-то было, вот это там, хохлы, москали, но при этом все было спокойно, люди ездили, как хотели, куда хотели, сейчас вот допустим, сейчас военнослужащим запрещен выезд на Украину, ну, понятно, да, почему, потому что ты туда приедешь, там ведь СБО, оно тоже работает, как бы тебе этого не, как бы тебе что ни казалось, разведка, она работает, вот, я там быстренько принимаю, сразу же пришиваю, тебе шпионаж, диверсанта, и так далее, и получаешь пожизненное, все, приехал, отдохнул, к родственникам, а Беларусь, там тоже что-то, не везде пускают, там тоже у батьки, тоже колпачок-то, подтекает потихонечку, фляга начинает, брызгать, о, я вам могу рассказать, охерительную историю, которая произошла, к 25-го, получается, с 25-26, что ли, короче, на прошлой неделе, буду краток, короче, в один вечер, один офицер, капитан-лейтенант, вот 134 ляма, тик, но это вместе с Дредом, набухался дома, вместе со своей женой, капитан-лейтенант, ну, капитан по-сухопутному, если по-простому, набухался, и его жена, пырнула ножом, вот, ну, что-то они там поругались, не поделили, жена его пырнула, он, естественно, поехал в госпиталь, ну, он там жив, все дела, его там операцию ему провели, там, что-то печень ему задело жестко, там, прям, такие повреждения, нормально он получил, с одного раза, так сказать, прокнуло, и, еще одна веселая история, и в эту же ночь, вот, просто как по расписанию, один контрактник, нажрался в каком-то там клубе, подцепил там какую-то телку, пошел к ней домой, ну, понятно, зачем, да, вот, пошли они домой, оказалось, что эта баба замужем, вот, и когда они, собственно, уже были готовы приступить к делу, пришел муж у этой бабы, этот тип, в одних ботинках, в одних там, то ли подштанниках, то ли трусах ли, короче, зима на дворе, ну, там, ладно, тепло было, там, нулевая температура, вот, убежал, ну, из квартиры, и побежал в сторону штаба флота, штаба северного флота, вот, в ту сторону побежал, ну, я там, информация разнится немножко, но я так понял, ближе к штабу флота, его заметил патруль, военный патруль, вот, его, ну, естественно, ну, прикиньте, мужик, короче, бежит в ботинках и в трусах, ну, я хз, что тут можно подумать, вот, его решили тормознуть, так этот олень, от них еще бегал 40 минут, 40 минут, бухой, бегал от патруля, потом его задержали, вот, а еще утром, это ладно, я стоял на вахте, что ли, да, на вахте я стоял, и, утром, командир дивизии, контр-адмират, там, приезжал на корабль, там, командир корабля, поехали за этим дебилом, привезли его, короче, весь личный состав собрали в третьей столовой, она, короче, здоровая, туда много народу улезает, вот, у нас штат-то маленький сейчас, вот, и этот тип, короче, посередине стоит, командир такой заходит, сейчас, кстати, осторожно будет мат, буду цитировать, так сказать, цитаты великих людей, вот, и, такой, скамейку отодвигает, сам, такой, отодвигает, этому, говорит, вставай на скамейку, тут что-то тупит, вставай, блядь, на скамейку, нахуй, тут, блядь, я же знаю, даже подпрыгнул на нее, встал, короче, и этот, давай, короче, ну, естественно, разъебывать контрактников, вот, типа, как, а, а до этого, на прошлой неделе, это у нас, получается, первая смена въехала, а на прошлой неделе, в большой выходной, это когда, ну, допустим, вот, в субботу отпускают днем, и ты там, и ты прихожешь на службу только в понедельник утром, да, вот так, ну, тут на флоте немножко все посложнее в этом плане, вот, и такой, в прошлый раз, в нашей смене, короче, чувак тоже нажрался, в каком-то кабаке, ему, короче, хлебало, разбили там, двухсторонний перелом челюсти, хотя там, чувак, типа, начинает втирать, что он на лестницу упал, говорит, я, говорит, хуй, говорит, поверю, что он мог так упасть, что челюсть, что двухсторонний перелом челюсти, да, ну, с обеих сторон, вот, и этот еще красава, он начинает рассказывать, почему я должен вас учить, как надо проводить свой досуг, объясняю один раз, берете, снимаете квартиру на ночь, полторы-две тысячи, берете, вызываете проститутку, три тысячи, пять тысяч рублей, все, никаких проблем, никаких обязательств, почему нельзя так делать, да, и, короче, мы там сидели, понятно, что там все рожали, вот, ну, на самом деле, как бы, это все смешно, очень смешно, но, беда в том, что объявили организационный период, это такая хрень, когда, ну, ладно, хоть тут, кстати, домой отпускают, вот, а бывает, что организационный период могут объявить, как бы, типа, типа, мы в море, классик, привет, типа, мы в море, объявляет орг период, и все сидят, то есть, ну, корабль у причала стоит, но, типа, мы в море, и, соответственно, домой никто не ходит, вот, ну, тут, ладно, хоть домой отпускают, то есть, тут не так же стиля, в этом плане, в этом плане, в этом плане, вот такая вот хрень происходит, бывает, и, вот, понимаешь, понимаете, я, вот я сижу, я не бухаю, да, я бываю тут на стримах, посижу, винишко попью, да, это детский лепет, то, что я купил фруктовое вино, фруктовое, потому что я даже обычное вино-то пить не могу, там, спиртяга все равно тянет, какое, он, с женой сколько пробовали, покупали, и за тысячу там двести как-то купили, какой-то там, хрен пойми, что там за вино волшебное такое, все равно, вот, а вот фруктовое, оно легкое, вот, ну, я еще кое-как его там могу пить, вот, все, вот, ну, то есть, на службу я всегда прихожу, там, бритый, трезвый, не воняет от меня ничем, там, да, и так далее, и так далее, вот, у кого-то просто, вот, на берег сходят, и башку срывают, вот, он косячит, бухает, один тип вообще не пришел, но это удалось скрыть, об этом никто не узнал, что один тип вообще на корабль не пришел, не могли не дозвониться до него, ничего, его только ближе к вечеру поймали, спросили, а ты где, говорит, я на выходном, а выходные отменили, то есть, большие выходные отменили, чувак заряжает, я на выходном, все, вот, он, он считает себя абсолютно правым, ты, как бы, разговаривать с ним бесполезно, причем, нормальный, причем нормальный тип-то, нормальный, он вообще нормальный, спортом занимается, все дела, ну, вот, у него что-то переклинило, вот, пошел гулять, бухать, как говорится, пошло, поехало, вот, почему я должен страдать, или вот другие 99% экипажа, должны из-за вот таких вот оленей страдать, один нажрался, второй, чужих жен ебет, третий, ага, интересно, так, 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 а где же аномалька, срт, вроде меня не выкидывает, потому что я смотрю, интернет есть, стрим вроде идет, да, и не письмо, а, вот, все, прогрузила, ху, ничего себе, вот это да, вот это лаги, и вот такая вот бредятина частенько происходит, ну, вот эти коллективные наказания, конечно, это ненормально, это полная бредятина, один накосячил, остальные 400 человек должны почему-то из-за него страдать, но это же ненормально немного, с чем здесь остальные люди, командование такое, не знаю, как их там, откуда их, откуда им такую информацию давали, сейчас, сейчас нельзя бить, нельзя никого бить, просто нельзя, даже, даже осторожно, не можно, почему, потому что все просто, ты поднялся на верхнюю палубу, телефон достал, позвонил, в прокуратуру, а сейчас по правилам везде, во всех кубриках висят такие таблички, там, со всеми номерами, прокуратура, гарнизонной, окружной, генеральной, ну, собственно, так далее, так далее, так далее, пошел, позвонил, приехал дядя, забрал тебя, сняли, побои, суд, тюрьма, все дела, начальников, на ниже стоящие должности, все, вопросы решаются только так сейчас, в этом плане, то есть, очень тяжело что-то скрыть, бывает, конечно, было у нас тут такое, предупреждал, тоже, не помню, какие-то праздники были, летние, что ли, говорили, типа, там, ну, я не буду говорить, что за офицер это говорил, он говорит, если, говорит, кто-то накосячит, говорит, ему потом морду разобьют, я, говорит, сделаю все, чтобы прикрыть тех, кто ему морду набил, ну, косяку, но это, как бы, такое предупреждение, так себе, конечно, вот, если честно, но, я, вроде как, возымело какое-то определенное действие, и никто не накосячил в те праздничные дни, и люди спокойно на выходных находились, а также кто-то накосячил, кто-то что-то натворил, все, всех вызывают на корабль, все на корабль, все на корабль, вот, то есть, ты сидишь, ты вообще, ты можешь быть уже и сам-то, в принципе, в говно, да, дома сидишь, но, тебя внезапно говорят на корабль, ты представляешь, ты приходишь, и ты еще буху оказывается, ну, до кучи, так сказать, в копилочку, и дрочка еще сильнее начинается, Бален, ну, жопа, ну, мне, в принципе, сегодня должны, должны подписать рапорт, и я, свалю нахер, точнее, должны были еще так, позавчера, подписать, ну, все как обычно, ну, все как обычно, обычно, исчерпаны заряды модуля, старшине команды, дозвонился, хоть спросят за мой рапорт, подписали, не подписали, попозжать, попозжать чуть, опять тревоги какие-то, ништяк, что я на больничный ушел, сейчас, в Евку хотелось бы, блин, ввели бы еще какую-нибудь фракцию, вот сейчас этих триглавианов, конечно, раскручивают, но, их раскручивают куда-то, куда-то не в ту сторону, введите нормальную ветку сразу, с дредноутом триглавиан, с карьером триглавиан, может быть, вы еще придумаете какой-нибудь класс кораблей, то есть, которых не было до этого, и которые будут только у триглавиан, почему бы и нет, но вы введите эти корабли, чтобы они были доступны для людей, то есть, пусть он стоит этот титан, так же, как стоит обычный типовый титан, вот стоит сейчас титан, ну, это в Делве, да, конечно, там, в среднем 70 лярдов, грубо говоря, в Делве сейчас уже за 48 можно купить, но, блин, дайте контент, где он? А то какие-то все бздюхи вводят, какие-то линкорчики, вот, а в итоге-то, что, чем бы баргесты, опять же, его вроде как определили в крабы, что у нас там еще есть такого? Санчевские, никто их не юзает, эти фантазмы всякие, кошмары, то есть, ну, либо для крабства, но это упоротые люди, то есть, для крабства тут, так как этот Найтмар, он все равно лазерный, лучше взять любой арморный корабль, понадежнее будет, да и подешевле, вот, самый крабский, это у нас, Реттлснейк, все остальные, Нави Равен, Нави Скорпион, то есть, опять же, это новички, вот так вот, ну, такие переходные корабли, для новичков, то есть, новичок его поюзал, поюзал, ой, в жопу, короче, все, и прокачал, прокачал там, какой-нибудь там, имба, имба мародер, да, как у нас обычно, качают такие корабли, и все, и, и просто болт, ничего нормального, из типовых кораблей, сами знаете, почти ничего не используется, из Т-1, то есть, ну, вылеты, вот у нас тут, вот, Мегатроны, Армагит, Апокалипсис, ну, там, в принципе, ты любому можешь, арморный корабль использовать, там, тебе никто ничего не скажет, но, фракционик, но, все равно, как бы, хочется большего разнообразия, то есть, вы представляете, вот, я, ну, опять же, я, конечно, а, Минт Киллер, да, да, жесткое перепроизводство, очень жесткое, сейчас, ПВП, даже, знаешь, идут, идут ПВПшить, потому, что уже совсем делать нечего, то есть, даже, настолько крабить надоедаешь, что люди идут и ПВПшить, я, я это говорю, как краб, как, как супер краб, не побоюсь этого сказать, ну, вот, что, что, а в крабстве я, я, в ПВП, конечно, меня там, разберут, вон, я, там, на Лешаке даже, даже две системы не пролетел, меня убили, вот, это тут я не спорю, а вот ПВЕ, ПВЕ контент загибается, и, я, конечно, извиняюсь, но, опять же, я вернусь к Стар Ситизен, вот, я там летал с чуваками на корабле, на большом, когда один управляет, куда-то летит, а вы, кстати, видели, видели видос, короче, два чувака, состыковали свои корабли, в космосе, на орбите планеты, вот, орбита планеты, Херстон, один чувак решил, через космос, перейти в корабль, своего кореша, так можно делать в космосе, то есть, у вас, изначально, скафандр стандартный, он оборудован такими, маневровыми двигателями, маленькими, то есть, там, и, ну, соответственно, у тебя маска, там это, кислород, запас кислорода есть, как бы, все по чесноку сделано, то есть, ты можешь в космосе чуть-чуть передвигаться, за счет этих маленьких, маленьких таких двигателей, вот, и думаю, сейчас далечо, и они забыли, что, точнее, они не забыли, они, как бы, не обращали на это внимание, что они находятся на орбите планеты, а на орбите планеты, что? Уже работает сила притяжения, как вот этот чувак, только выходит из корабля, и просто начинает падать, и такой, оу, щет, его кореш, догоняет его, на фрилансере такой корабль есть, догоняет его в атмосфере, то есть, потихонечку, аккуратненько, догоняет, открывает люк грузовой, то есть, чуть-чуть обгоняет, находясь, то есть, под игроком, чуть-чуть быстрее, начинает притормаживать, и игрок, который падал в атмосфере, как бы, упал ему в трюм, и там, что забавно, это было учтено игрой, то есть, когда чувак попадает в трюм, у него двигатели автоматически включились, и он зафиксировался на корабле, то есть, встал на него, представляете, все, чувака, чувак спас своего кореша, то есть, это было предусмотрено игрой, что так делать можно, вот это охренеть, да, я вчера только узнал об этом, о таком случае, триглавиан моды, триглавиан моды, зашли еще лучше, чем фракционная выша, триглавиан моды, триглавиан, а что такое триглавиан моды, это в смысле компоненты, или что, что это моды, или раскраски, что ты имеешь в виду, там более интересное использование, то есть, ты в Star Citizen нет смысла покупать большой корабль, например, есть Идрис, это фрегат, который может нести в себе корабли и десант, но при этом одному игроку вообще никакого резона нет его использовать, совершенно, это просто бессмысленно, вот я там полетал тоже на, Constellation, есть такой, ларджовый, то есть, ну, получается, большого тоннажа корабль, вот, очень красивый, интересный там, и пушки у него, все-все-все у него есть прям, но, если ты один, это неинтересно, один, одному делать на этом корабле совершенно нечего, у меня, во-первых, еще два кресла пилота, то есть, два вспомогательных пилота, которые будут помогать регулировать, там, мощность щитов, там, короче, много там интересных нюансов, нужны люди, которые сядут за турели, то есть, турелями, ну, их можно поменять, там, на некоторых кораблях, что можно ими шмалять, даже в разные стороны, самому, но это очень тяжело, вот, а здесь, вот, титан, 13 километров, я заблудился, там, на хаммерхэде, на этом дурацком, блин, потом еще на каком-то корабле я гонял, тоже заблудился на нем, там, он трехъярусный, там, на лифте надо передвигаться, типа, чертежи улучшения, так, ну, включаем варп двигатель, такой включаем варп двигатель, так, надо забрать, полутать дредноут и фракционника, сейчас этим займемся, очень, очень интересный геймплей, вот, я себе взял, опапнул, взял, Avenger, Titan, Renegade, ну, это, титан просто, то есть, это легкий истребитель, да, легкий истребитель, который может выполнять курьерские контракты, то есть, что-то возить, и грузы небольшие, вот, ну, это все, в принципе, у меня там больше просто денег нету, чтобы, люди по 400 баксов корабли покупают, включаем варп двигатель, 800 баксов тратят корабли покупают, с ума сойти просто, ха, я за зарплату взял 50 баксов, и то там, и то у жены еще попросил, можно я возьму, пожалуйста, 3 тысячи рублей, 136 лямов тик, отлично, вот, здесь им надо сделать корабли более важные, то есть, вот, раньше, Титан, в свое время, он почему был важный, и очень редкий, потому что его хрен построишь, его можно было создать только крупной корпорацией или альянсом, и их было очень мало, потому что людей в игре было мало, и ресурсов, соответственно, было гораздо меньше, и они были гораздо дороже, все правильно сказал, вроде бы, вроде бы, все правильно сказал, но при этом, вместо того, чтобы усложнить, допустим, ну, вот, видят разработчики, о, блин, да, игроки уже совсем изверели, то есть, уже, титаны по 48 лярдов, да, хотя, в свое время, и за соточку надо было брать, вот, и этих титанов теперь, не сосчитаешь сколько, так, тут всего на 8 лямов сало, но я, все равно забираю все, все равно все забираю, оно копится у меня потихонечку, включаем в аэроподвигатель, то есть, корабли нам нужно делать важные, вот такие корабли, как титан, вот чтобы вот такой, как я, вот сейчас даже, ну, крабить-то черт с ним, пусть я, пусть я краблю на нем, там, и все такое, вот, но, это надо делать так, чтобы, я даже не знаю, как это даже, сказать-то правильно, чтобы я ссался, постоянно его потерять, или, или точнее, в гунах-то не надо, конечно, ссаться, но я бы знал, что если на меня кто-то сейчас налетит, какие-то непонятные чуваки, что я мог бы дать им по щам, это хорошо сделано, Star Citizen, там есть такой кораблик, так же, как, в, 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 это, короче, средний, средний истребитель, он, то есть, очень сильный, у него есть турель, желая турель, то есть, тебе нужен второй чувак, который будет с тобой летать, и сидеть в этой турели, Костя, ты в крабстве шаришь, скажи делу на мочалке сестер четвертого уровня, как заработок, это норм, или рассматриваешь что-то другое, шип для карибаса, какой использовать, ну, на мочалке нормально, вообще, самый универсальный карибасский шип, это Rattlesnake, то, что ракетки, и идет сразу бонус, очень большой, на, на, хэви дронов, то есть, на хэвиков и на центриков, он, по стоимости, дороговатенький, да, мочалка-то вроде тоже дешевая, дешевенькая стала, но так, в принципе, нормально, качай скиллы, стремись, выкачивай, ну, артиллерия не самый лучший выбор, если честно, но если ты пойдешь ангела фармить, какие-то десятки пилить, то, очень даже неплохо, если тебе хватает, то это, то это и есть нормальный заработок, еще лучше, ну, может быть, какие-то инкуршины, так, ну, жетон линза, стандартный дроп, я, как бы, в свое время, я делал обычные четверки, обычных фракций, за Амар Неви, я пилил, в Миге режим, и делал тупо четвертые миссии, но, это было в далеком 13, начало 13, конец 12, этого хватало, для того, чтобы плексы покупать, вот, то есть, ЛП выводил, двигателями, там, С у нас скупал ЛП, то есть, он там, один к одному, что ли, скупал, 120 тысяч ЛП за 100 лямов, он скупал, только начиная эту игру, но, вообще, на самом деле, лучше всего качаться в дронов, то есть, если тебе, если тебя не волнует, то внешний вид кораблей, отыгрыш каких-то ролей, вот я, допустим, вот я Амар, мне все Амарское нравится, ну, не потому, что я Амар, а потому, что мне нравится Амар, и все Амарское, поэтому я играю за Амаров, и стараюсь летать на Амарских кораблях, но, конечно, не всегда получается, потому, что есть корабли, для определенных целей, лучше подходят, чем Амарские, да, то есть, для того же, элементарного ПВП, лучше всего ракеты, да, все, ну, просто все, вот ракеты, самое универсальное, конечно, те же бластеры, они будут домашней, спору нет, и лазеры, неплохо лупят, но ракетки самые универсальные, то есть, ты просто меняешь тип урона, и все, никаких проблем, то же самое в Крабстве, ты просто меняешь у ракет тип урона, поднипись, которую ты пилишь, и все, у ракет, самый огромный недостаток, это то, что, во-первых, их надо очень много, и они наносят не моментальный урон, не мгновенный урон, как все остальные типы вооружения, включаем варп-двигатель, это два самых больших недостатка, ну а так, в плане всего, они самые универсальные, можно делать на ракетах абсолютно все, на пятой миске, классик, я тебе честно скажу, я пятой миске никогда не пилил, Сергей, те украинские катера не вернут жену к Крину, ну почему не вернут, скорее всего все вернут, конечно, это то же самое, что было, когда Севастополь-то, ну Крым забрали, там же, в принципе, все, практически все корабли вернули Украине, да, которые там стояли, все вернули, тут же видишь, нет такого, кому нужны, это три катера сранок, из-за них потом столько криков будет, из-за того, что, аааа, русские там, отобрали там, последние катера, нет, конечно, все вернут, сейчас помурыжат моряков, и моряков вернут, ну если, конечно, там не окажется, что кто-то из них там на Донбассе бегал, там, или еще где-то, или там, в Одессе там людей жег, БЛЛАТ, вот эта самая жопа, это вот, ну вы, короче, сами все видите, в принципе, ту-ту-ту-ту, давай, 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 нормально вроде как, нормально, короче, сойдет, как начали зарабатывать бабло, есть какие-то тактики, или системы, где фарм, прям по максу летит, Джеймсан, блин, нет такого особо, есть тема интереснее Титона, Цитадель, Апл, Кипстар, тому, кто ее ставит, выдается медалька, прошел Еву, а также, тому, кто последний у нее продамажил, нет, мидкиллер, ты не прав, ты прошел Еву, когда сел на Титан, и убил этим Титаном Кипстар, я это уже сделал, Апл, Кипстар, это такая игрушка, которую придумали, да, но которую построят, сколько он там стоит, постройки, 100 триллионов, что-то я не помню, или 10 триллионов, то есть этот Апл Кипстар, его как только поставят, его, его спилят, его, вот, блин, да его еще на уровне Анчоринга убьют, не парься, на самомонится вся Ева, все нули, соберут по максимуму флотов, и пойдут убивать этот Апл Кипстар, вот и вся его слава, ты посмотри характеристики, он просто тупо в два раза толще, чем обычный Кипстар, ну вот, как 8 обычный, сейчас Кипстар, 300 лямов, да, ой, 300 лярдов, 2,5 триллиона, этот, как его, йодик, йодик, я слышал, читал я на форуме, там, чувак, собирает, типа, ну да, ресурсов, даже все в деньги упирается, то есть, что-то купишь, что-то сам добудешь, ну, зачем нужен этот Кипстар, я говорю, все закончится тем, что на самомонится столько людей, что этот Кипстар просто запинают, и все, и Кипстара не будет, почему гуны не ставят, хотя гуны-то уж кто-кто, а гуны-то могут себе позволить такую роскошь, роскошь, правильно, правильно, я думаю, я в этом плане абсолютно прав, но только нахрена он нужен, что с ним делать, круглые сутки его охранять, успеть сделать скриншот, пока он не лопнет, ну, вы, короче, понимаете, ну, это то же самое, что, вот, вот этот же Молок, Титан, который новый, да, вот, он офигенный, конечно, что он благословский, но он бесполезный, он абсолютно бесполезный, на тех дистанциях, на которых дерутся Титаны с Титанами, это не в упор, это может быть 100 километров, 200 километров, то есть, его нейтрики, они нахрен не нужны, потому что он сам будет сидеть, постоянно без капы, из-за Думсдея, и из-за, собственно, лазеров, гуны не смогут его, потому что, в Сиеве нет столько планетарки, с которого он строится, так что, хоть у тебя сотни триллионов, исков пофиг, ну, Дима, ну, по крайней мере, я же не говорю, что завтра могут поставить, я имею ввиду в плане бабок, а планетарка, ну, слушай, в Гунсварме, в этом плане немножко попроще, а так спокойно летаешь, да, классик, это наш спейс, естественно, почему думаешь я такой, дерзкий, потому что это наш спейс, конечно, на Титане он допнуться, вот эта тушка 70 лярдов сейчас, ты что, я бы уписался бы, где-то, я помню, я его когда перегонял, был такой момент, чуть не просрал я свой Титан, ну, такое, как это, мимолетное видение, Дима, ну, так, пусть скупают, но я просто к тому, что, я не вижу смысла в постройке, такого дорогого объекта, к тому же, стационарного, вот если бы этот Apple Keep Star летал бы, хотя бы, 0-1-AE, я еще понимаю, а что с ним делать, с этим, или он хотя бы мог бы, там, какой-то, там, квантовый прыжок выполнять, там, я не знаю, или там, гиперпереход, какие-то системы, вот, ну, блин, я не знаю, что в нем такого, ничего в нем, он просто тупо толще, тупо в два раза толще, все, все, вот, ну, блин, вот если бы он выпускал бы, 10 сквадов, хэви фейтеров, или 20 сквадов, с бонусом в 1000%, процентов урона, вот это я понимаю, вот это машина, вот это, блин, да, вот это так просто не убьешь, а так, что в нем такого, обычный понт построят, убьют, все, все убивают, первый кипстар, он поставили, и убили его, нахрен, его еще и защитить не успеют, как его начнут уже дамажить, а вот титанчик, взять, то есть я на нем уже убил кипстар на севере, CO2шный, ну, еще фракционик, я убил уже кипстар на нем, я на нем покрабил, я уже сделал все, у него бонусы, отстой, у него ничего такого нету, чтобы прям, блин, ооо, это, это, апвал кипстар, блин, мы его сейчас поставим, и нас просто будет нереально там, выбить отсюда, он, такой же дичь этот кипстар, он, единственное, что может сделать, это затыкать какую-нибудь кару, ракетами, что может сделать кипстар сейчас, ну, ни хрена, титан он убить не сможет, ну, нет, конечно, если один титан всего лишь будет, то, да, успех будет, вот, а так, в целом-то, титаны сейчас, в 300 километров приварпают, ставятся эти, бим-лазеры, вот эти же аватары, я спокойно луплю, или на 200, на 200 километров вроде, я на 200 километров спокойно шмаляю, все, титан примерно так же, как мазер, проходит по времени, тут у меня ограничение, это перезарядка бозоника, если кто-то заметил, что я приварпываю, еще все равно приходится подождать, там, буквально 30 секунд, но у меня через 5 дней, он прокачается в пятерку, перезарядка, вот, и она будет 4 минуты, сейчас подольше, чуть-чуть, да, Дима Иванов, все правильно, то есть, такая структура огромная, титан убить не может, почему, почему бы и нет, если бы он с дума с д, я бы выносил бы почти там, ну, сколько там, вот, вот мы кип стар пинали, у меня было под всеми бонусами, 9 миллионов армора, вот у меня сейчас, 6 миллионов почти, 6 миллионов, и еще плюс 3 ляма было под бонусами, и резисты были выше, опять же, бонусы, и вот если бы этот кип стар мог бы шмальнуть своим, вот, который у него есть, там, этот супер оружие, и он мог бы выщелкнуть не половину армора сразу, а то и, а то и, а то и две половины, включаю варп двигатель, вот это было бы уже другое дело, вот это был бы поворот, включаю варп двигатель, клавиатуру надо менять, мне срочно, уже кнопки за это, залипать начинают, когда пишешь на кнопку, кликаешь, она либо залипает, либо, ну, уже фигово давится, лучше 3 половины, Виктор, все правильно, а если 3 половины он будет сносить, то это, альфанул титан, ну, понятно, да, альфанул титан, это звучит очень жестко, но, хотя бы, по крайней мере, чтобы, если бы он мог хотя бы этот титан зафокусить в итоге, то есть, вот он взял, начал титан лупить, да, и все, если там фулл флот там факсов нету, чтобы откачивать этот титан, титану кирдык, вот это, блин, вот это да, а сейчас, ну, я на Т-сервере шмалял, шмалял из этого кепстара, шмалял вот этим орудием его там судного дня, по каре, по арчону, обычный арчон по фите, не альфует, да, очень жестко до структуры сносит, да, тут ничего не скажешь, но не альфует, ооо, вот это я сейчас, вот это я сейчас, что-то прям низковатенько взял, рука дрогнула, ну ладно, конус, в принципе, все, я на нормальной дистанции, должно все убить, тот же фортизар, это вообще мы молчим, да, про всякие фортизары, и прочее, о чем даже говорить-то не стоит, а почему, да потому что эти цитадельки, они реально какую-то опасность представляют, только для мелочи, то есть кипстар тем, что он может включить это свою смарту, которая там, да, мелочевку срезает сразу, включаю варап двигатель, видео и фонлайн, привет, но тики у нас, вот последние два тика по 136 лямов, чистыми, пришло, чистыми, это говорит о том, это же уже минус 10%, 150, 149, 137, нормально, да, это если не в карпе крабить, но это если в своей системе сидеть, где есть хотя бы 4 гавани, вот гейтовых, это все, это блин, на титане можно сумасшедшие бабки рубить, просто прям бу-бус, включаю варап двигатель, вот такие дела, ну это непонятно, супероружие, сейчас вот этот вот, полтора миллиона, господи, где он там, стандартный думсдей, который у всех есть, вот он, тут лям написан, при скиле в 5, полтора лимона урона наносит, ну и что эти полтора миллиона урона, это 150 тысяч, 170 тысяч урона по факту, представляете, 170 тысяч, то есть, наносишь, грубо говоря, от всего вот этого думсдей, 10 процентов урона, 10, ну и кого ты убьешь, никого, тот же, вот ты меня, представляешь, сколько надо в меня разрядить думсдей, чтобы снять 6 лямов армора, при том, что у меня пассивные резисты, мне насрать там на нейтрики и так далее, что это за бред, это титан, я должен шмалять в кару, она должна лопаться, или дредноут, если он не успел прожать этот чемодан, который на структуру дает, там 99,9 процента, все, он должен лопаться, а он и не успеет прожать, если в него продамажить думсдеем, потому что тоже моментальный урон идет, почему, раньше было 3 миллиона, вот это я понимаю, 3 миллиона, то есть сейчас было бы 3 миллиона, это значит около 300, там 320 тысяч бы спокойно проходило бы, в тот же бы мазер, в тот же титан, в ту же кару, в тот же дред, это уже неплохо, это уже просто альфа, кары, альфа, ну то есть, господи, ваншот, ваншот дреда, ваншот кары, все, так это нормально, я считаю, что там такого, какой здесь дисбаланс, что корабль за 70 лярдов, убивает корабль за лярд, он как бы 70 раз дороже, так как он уникальности никакой не имеет, ну, стандартный титан, да, то есть он 70 раз мощнее, грубо говоря, тут развели какую-то хрень, блин, непонятную, сейчас те же кары, там 20 кары, спокойно загрызут, там этот титан, да, там сколько-то успеешь убить, может 5, может 6, в итоге все равно сдохнешь, так, что мне тут надо следить, а, ну еще нормально, посмотрим, как оно там пойдет, может быть, ну сейчас вот, следующая фракция, это ангеловские капиталы ведут, но они будут уникальны, уникальный внешний вид иметь будут, там титан тоже будет, кара титан, дредноут, просто напрягают, что вот, блин, покупаешь корабль, который, охренеть, годами на него копить надо, и ты на нем никого убить, ты не можешь, то есть прилетит какой-то фрегат, он просто тупо орбитит, и все, если у тебя нет сморты, сделать ты ничего не можешь, да и то этот фрегат может уйти, и чуть-чуть, чуть-чуть побольше орбиту держать, и смартаймон будет не страшно, попасть ты все равно в него не попадешь, лазерами, лазерами, так что так, так конечно нормально игра, я же не играю, ну, разработчикам надо что-то делать, а не эти проекты типа даста, конченые, конченые, переконченные, сделали какую-то хрень уникальную для соньки, ну блин, ну если я не играю с соньки в Еву, мне вот как ПК-боярину, зачем покупать соньку ради даста, что типа и в Еву летать, и в даст одновременно бегать, почему титаны такие, так это только в Делве, и в онлайн, это только в Делве, они такие дешевые, сейчас я вам даже покажу, если интересно кому, это не, это не топ секрет, ну вот Левик за 48,5 продают, и Ребус за 48, еще и Ребус, еще и Ребус за 48, Аватар 47,99, а за 46,5, за 46,5 Аватар продает, ну тут уже все, ну тут уже все, это уже, а, Вехимент у нас за 30 продает Фития, это что за 27, это уже Мазер какой-то, Мазер какой-то, у говно Фития, Микс, у говно Фития, вот пожалуйста, за 60 лярдов продают, кто-то Аватар, кто-то опрометчивый, за 60 хочет Аватар продать, когда, вот они тут стоят, он Рагнарог за 51, Аватар 50, о, еще и с 3 марочками, за 51 лярдос, уже с ригами, с ригами, вы представляете, Левик 48,5, блин, дайте мне 48,5 в долг кто-нибудь, я его возьму прямо сейчас, черт, у меня нету 48 лярдов, вы представляете, что происходит, вот так вот, я уж боюсь смотреть Майзера, сколько стоит, блин, вообще шок будет сейчас, наверное, 13,3 лярда, Виверна за 11,90 продает, это что, ну это эти фуры, вы зацените, Виверна 11,9, 12,5, Виверна с ригами, Айон с ригами, Т2, 12,5, Хейл, Айон, 13 лярдов, Айон, с ригами, Айон с ригами, просто Айон, Никсы по 13,3, ну вы поняли, да, нормально такое, так что, цены, конечно, ушатаны, да, цены очень ушатаны, ну вот еще, только три раза можно, руда дешевая, очень дешевая, этот, конченый микрофон, который купил я, блин, Саня посоветовал, это говно, разваливается уже, так, ну вот, в общем-то, включаю варп двигатель, дешманский левиафан, за 48,5, это ты покупаешь книжку к нему, за 5 лярдосов, это покупаешь ему риги, и вот он только-только, вот плюс это все, подходит ближе к своей цене, и то там получится, книжка 5 лярдов, то есть это будет 53, да, с половиной, и плюс риги еще, там, 2 лярда, грубо говоря, 55, но он все равно стоит, а для левиафан, на самом деле, он 59 стоит, минимум, ну просто дешевле, вот так вот, включаю варп двигатель, вот такие вот дела, вот такие вот, интересные цены, исчерпаны заряды модуля, а ведь кто-то, вот выставляет там, за 60 лярдов, что пока, кстати, общедоступные, ну левик тут также стоит, за 50 лярдов, что тоже, ну, хорошая цена, руды очень много копают, огромное количество руды копается, ее вот продают, там все дешевле, и дешевле, дешевле, и дешевле, а почему, потому что продать дороже не могут, всякие, вот есть чуваки, которые копают, допустим, там на 3-4 рорках, которые может быть, не разбираются просто, да, ну не разбирается человек нормально, в ценовой политике, он пытается продать подешевле, потому что побыстрее хочется иски получить, и, собственно, совершает вот эту ошибку, он выставляет подешевле, то есть у него начинают покупать дешевле, другие, кто хочет продать, видят, что цена типа упала, хотя может быть, это просто секундное такое, знаешь, на часик буквально там скачок, и тоже начинают выставлять дешевле, все, все, пошло по наклонной, и тут так постоянно, ну, кстати, в Дэлвис сейчас скупают руду дороже, чем в жите, я ютуб и бай ордерами продаю, и все, дороже, чем в жите, потому что тут производство кипит постоянно, нон-стоп, так что так, ну, там 48 лярдов, ну, вряд ли, конечно, я успею что-то набить, его уж по-любому выкупит этот Левиафан, ну, конечно, если выбирать Левик или Рагнарог, я возьму Левик, Левиафан, интересен, ракетный, универсальный, ну, конечно, жесть у меня будет, два Титана, это будет очень жестко, думаю, блин, вот это точно, игра пройдена, а остальные, Эребус мне не нравится, Рагнарог, мне тоже не нравится, Эребус танкуется плохо, на нем крабить-то будет страшно, да, воевать тоже, считай, в случае зарубок, кто будет, Праймари, правильно, какой-нибудь Эребус, Блин, уже бустеры закончились, задолбали эти, не знаю, где их там отключают, очень бессит уже, А, ну вот, вроде бы, отключил теперь, включаю варп-двигатель, так, что у меня там по топливу, ну, еще два раза можно пульнуть, в принципе, батарейки по хаву, и на перезарядку, напомню, начал я крабить, у меня был на валете, ну, там 940, что ли, лямов, ну, ладно, короче, пусть будет лярд, на валете уже, включаем варп-двигатель, времени прошло, ну, два часа, ну, два часа где-то прошло, да, чуть больше может быть, два часа с копеечкой, то я где-то в 10, в 10.30, то ли в 10.40, и начал, у меня как раз супруга на работу пошла, я начал краблять, краблять, копать не охота, копать, наверное, буду после ДТ, в Делве мало копают, блин, я не знаю, в Делве очень жестко копают, титана краба, привет, Василий, ну да, что делать, жизнь такая, приходится крабить на Титане, ты не я такой, ты меня заставили, краба-ратлы, пум-пум-пум-пум-пум, пум-пум-пум, а что там, а что там, какая сложность, откачку ставишь, амплифайр, резисты под непись, то есть там, сколько тебе влазят, две, две инвульки, адаптивки, вот эти, плюс там, ЕМ или тепловая, в нижние слоты чемодан, по-любому пихаешь, и там уже по ситуации, то есть и на ракеты можно поставить, и на дронов, вот эти, дрон, ну, модули, которые урон увеличивают, и все, в верхние слоты, там у тебя, помимо турелек ставишь, еще там один, что ли ставится, или два, или модуль оставится, на увеличение дальности управления дронами, вот, фиты фигня, а Риги смотри по ситуации, там, либо, ставишь, там, что там, на АТКА, да там на КАПу вроде ту поставят, и все, на Риген КАПы, можно на резист на какой-нибудь поставить, ЕМ, если там Саншу и Бладов пиляешь, конечно, круизки, круизки, конечно, торпеды, ты что, круизочками, все делается круизочками, я на самом деле тебе скажу так, классик, фитить корабли очень легко, особенно в крабство, тебе главное выполнить, сейчас посмотрим, сколько критериев наберется, ну, я лично фитил все сам, и никогда не подыхал, ни на десятках, там, ничего такого, ну, ну, круизки качаются гораздо быстрее, чем ларджовые турельки, поэтому, ты на мета-четвертых, качай потихоньку, не забудь, что у тебя на Реттлснеке основное, основное дамагающие оружие, это центрики, центри дроны, да, эти стационарные, которые, вот, смотри, берешь корабль, сначала определимся, ну, допустим, берем Реттлснек, сейчас я посмотрю, сколько у него слотов, я просто, так, не помню, так, я не помню, сколько у него там, 7 слотов средних, сейчас, 7 вроде бы, сейчас, подъедет чуть-чуть, а то, смжд, да, да-да-да, обязательно, ну, ты понимаешь, ты, ты просто зашел, прыгнул, выпустил центриков, и все, и тебе не нужен мегатанк, ты, ну, ты в безопасности, пока не пизда, тебя ползет, ты все, мелочь собьешь, большое убьешь, пока оно там долетит до тебя, пока оно там до оптимала доберется, да, тебе пофиг на всякие трикгизы, и прочую фигноту, так, можно полутать, в принципе, фракционика, но мне кажется, кто-то, это, полутает, угоняет, потому что, что-то, как-то прям, ничего не падает, обычно падает, что-нибудь, что-нибудь допадает, так, давай, а, 7 средних, и 6 малых, ну, это же вообще просто, жест, да, то есть, ты ставишь, 5 ракетниц, и 1 на дальность управления, да, я там вроде как, если не ошибаюсь, ну, грубо говоря, допустим, мы пилим бладрейдеров, вот, бладрейдеров, у них основной урон емный, второй урон, это тепло, ну, пожалуйста, 7 слотов, ну, блин, сейчас я, короче, скитлю немножечко, двигатель, сейчас я в карпе для 10, ну, там просто, 1 слот откачка поставил, 1 слот амплифайр, то есть, увеличивает откачку, он там 100 лямов вроде стоит, который там 30, 30 там сьером процентов дает, да, дальше, ставим 2 адаптивки, ну, какие-нибудь дешевые, да, ну, эти инвульки, вот, ставим 1 на тепло, инвульку, и 1 на ЕМ, МЖД, все, вот, 7 слотов, даже по пальцам, вот, 6 нижних слотов, чемодан, и у тебя еще остается 5 слотов, просто упороться, можно поставить 3 балкона, и 2 дрондомагера, все, поехал, вот там надо смотреть по ЦПУ, чтобы хватило, Риги ставишь на КАПУ, Риги на КАПУ, Таргет Пейнтнер, а зачем тебе Таргет Пейнтнер, да, это фигня полная, это, Таргет Пейнтнер, это вот в ПВП, вон тебе, ну, что-то бы помог еще, а так, это то, что ты сигнатуру будешь раздувать, зачем, у тебя центрики есть, о, ну, вот паяльничек упал на 52 ляма, ништяк, линза, жетон, харддейнер на кинетику, аж целых 2 ляма, да, серьезно, включаю варп двигатель, включаю варп двигатель, на одну аномальку, не надо Таргет Пейнтнера, лучше будь защищенный, с нормальной танковкой, чтобы не бояться, что у тебя там продавят вдруг, внезапно, вот, взошел, морду вверх, МЖД, центрика выпустил, пошла жара, все прекрасно, в нижний слот еще можно, так, что-то там на дронах есть, да, увеличивает дроном, дальности, атаки там, что-то, это я сейчас, сначала сам посмотрю, где тут, ну вот, можно энхансер поставить, то есть, два балкона, два дрон-дамагера, и трекинг-энхансер, для центрика, ну там смотри сам, как оно пойдет, это надо, фиты всегда надо крутить, то есть, ты всегда смотришь, так, вот так вот попробую, ну так по мелочи модулю меняешь, то есть, ага, чуть-чуть, центрика мне хватает оптимала, например, галинские, да, у нас самые далеко бьют, то вроде мотарские, хотели они все одинаково бьют, потому что я путаю с этими, с фейтерами, а, сейчас тут, тут важное посмотрю, сейчас еще реварпну сначала, тут никс какой-то крабит, приперся, включаю варп двигатель, ну ты его не звал, туманка, включаю варп двигатель, включаю варп двигатель, это не сложно фититься, вообще не сложно, не надо упарываться в капстап, даже не вздумай, ты даже это слово тупое не вспоминай, капстап, капстап, это только недалекие пытаются сделать себе капстап, я тебе серьезно говорю, как человек, который гонял, всю свою жизнь в Еве гонял на амарских кораблях, когда жопа там как капы не хватает, капстап совершенно не роляет, абсолютно, полная хрень, так, ну смотрим, ты знаешь, да, наверное, оптимальная, это та дальность, на которую он попадает, прям хорошо, вот 60 километров, добавочная, это ты прибавляешь к 60 добавочную, то есть на 102 километра, но вот эти плюс 42, он может промахиваться, вот, то есть 102 километра, гарды, тут поменьше у него, да, то есть оптимал всего 18, добавочная 30, 48 километров, то есть может уже не хватать, то есть если ты бьешь что-то гуристусов каких-то, тебе точно хватит, кураторы, смотрим, тоже, да, далеко не лупят, оптимальная 42, блядь, и тут какой-то никс, 54 километра, да, то есть, ну, может и хватит, в принципе, и баунсер этот, ну, тут тоже до хрена, короче, да, за под 90 километров, то есть смотришь, подходит, не подходит, ровно, неровно, ну, и что, перед ДТ насамонились, что за дебилизм, ДДТ осталось 2 часа, по сути, крабства на полтора часа, потому что дольше опасно просто крабить, включаю варп двигатель, а че он, а че он, а, ну, классик, МЖД обязательно надо ставить, капстаб не решает, абсолютно, вот смотри, вот у меня, смотрим даже, да возьмем даже Титан, вот у меня энергия на 11 минут и 15 секунд, включим симуляцию типа батарейки, ну, выключим, выключим Думсдей, он жрет до хрена, даже сейчас у меня, ну, выключим батарейки, вот на 18 минут, то есть это при включенной Абэхе, которая жрет там 3200, но давай мы с тобой рассудим, да где ж это я 18 минут буду на Абэхе кататься, то есть, ты когда аномальку крабишь, сколько тратится на десятку времени, я тебе скажу сколько, 20 минут тратится на Бладовскую, может 30 минут, вот если у тебя, вот у меня на Паладине, стандартно капстаба было, я тебе сейчас скажу, сколько у меня тут фиты старые висят, сейчас скажу, там 11 минут что ли у меня было, 11 минут вроде бы, сейчас, о, запил десяток, это я делал санчевские, ну, 28 минут, то есть это с активной, это мы, это активная МЖД, да, а нет, она неактивная, что-то не работает, короче, короче, капстаб не нужен, забей, ты не используешь ту же откачку нон-стоп, вот ты вот включил этот шелдбустер, да, качаешь, качаешь, сейчас шелду, качаешь, качаешь, шелду, блин, качаешь, качаешь, шелду, ну, ты что ее качаешь, будешь качать 20 минут, все это время, которое ты прохожешь десятку, нет, конечно, зачем, нахрена, ты прыгнул на МЖД, ты половину, ты даже не половину, ты 70% неписи убиваешь до того, как она тебе урон начинает какой-то наносить вообще, в принципе, то есть ты стоишь, вообще не паришься, в ус не дуешь, там единственное, вот, допустим, на Бладовской десятке, ты качаешься, в третьем кармане, там надо, когда заходишь в третий карман, надо сразу же с места в МЖД шиться, то есть прям вот никуда не разгоняешься, просто сразу МЖД жмешь, там в тебя разочек, цитаделька торпедкой шмаляет, она тебе сносит там почти всю шелду, вот, ну, если ты на шелдовом кораблике, и ты вот, о-о-о, все откачал, все, МЖД шнулся, и опять никакого урона почти не получаешь, так, вопрос, нахрен нужен этот капстаб, можно поставить гораздо больше полезных модулей, нужных модулей, реально нужных модулей, или риг, то есть вот ты вот это все поставил, ну ты смотри, чтобы у тебя хотя бы минута 10 показывало, все, этого хватит, потом, ты запилил карман, вот карман убил, тупо, да ой, да какие 10 минут, ты на ракетном, если ретлснеке будешь, тебе вообще капа не нужна, она тебе вообще не нужна, качать, откачивать, этот, шелду откачивать, да тебе риг хватит, ну там можно, против Бладов можно поставить батарейки, да, кстати, батарейки, это тема, за место, за место, знаешь, с чего, за место, за место, за место амплифайра, вот амплифайр не ставишь, а ставишь за место него батарейки, вот, ну, эти батарейки хаваешь, чтобы капа была, вот, это, на самом деле, нормальная тема, вот, потому что, Бладовский линкор есть, которые нитрят, вот, они могут отнейтрить, но, так или иначе, то есть, тебе капстаб не нужен, все, а центрики, так, у дронов все легко, у дронов расчет урона, у всех дронов, центриков, так далее, что бы там не было написано, у них урон идет, расчет урона идет ракетный, ну, сигнатурный, то есть, он смаляет, у него типа сигнатура, распространение взрыва, там, бла-бла-бла, короче, у фейтеров точно такой же расчет урона, так, жду следующую гавань, потому что, что-то налетели какие-то чуваки, и эта гавань уже по-любому занята, сейчас следующая появится, буду пробовать ее застолбить, успеть, мид киллер по поводу Лишак с одной пукалкой, ротла, так у него одна пукалка бьет, как у тебя 8, то есть, там в том-то и смысл, ты посмотри, сколько она жрет цепу и пару грида, как 8, любых пукалок, соответственно, урон там такой жрет, как 8, любых пукалок, ротла-снейк с центриками, это самое универсальное, то есть, блин, ты можешь делать все, ракеты, ракеты, как и дроны, ты можешь взять и поменять, поднипись, тут уже смотришь, то есть, вот, кураторы, да, галинские, вот они очень классовые, то есть, ты им же дешился на 100 километров, что он там на 30 километров, да, это маловато, надо что-то добавить ему, то есть, хоп, в нижние слоты, закинул один модуль, это Omnidirectional Tracking Enhancer, ну, для дронов, который, ну, нужен, как и дронов, так, 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 1600 дпс ну так это если ты раскрутишься до 1600 дпс не ну я не говорю что ли шарк плохой корабль я же не говорил такого я в том плане что у него одна пушечка работает как много пушечек собственно так что мне там по поводу фитата скинули не скинули вот можешь посмотреть вот есть такой фит вообще без всяких адаптивок ну ты открой какой-нибудь там клип ту нет я не знаю но чтобы можно было экран захватить скриншот себе сделать я тебе раскрою фит сделай сейчас скрин есть вот такой фит вот тоже чисто тут вообще чисто дпс опять же он мждшный естественно еще и с цинкой еще и рапидный ёпта ну рапидный наверное это жестко рапидки не смотри такое рапидки не вздумай ставить это это он не 10 из 10 напиши мне как будешь готов я тебе открою я тебе даже сделаю вот так кстати вот короче вот хороший фит только нижние слоты опять же нижние слоты можно сделать под себя антитермал 30 процентов а что он закрывает вот ну вот нормальный фит X-тайповский вот шелдбустер старший здоровый который не просто ларжов X-large мжд амплифайр вот тут у него две емки стоят можешь пробовать можешь поставить за место двух емок одну адаптивку одна адаптивка одна емка одна термал в риге тоже можешь поставить допустим не антитермал не знаю зачем он тут поставил антитермал а лучше поставить анти ем и два собственно этих капоситор контрол который на перезарядку дает капу ой а у меня закончился стронциум и я забыл об этом о-ло-ло включаю варп двигатель так что это за аномаль сейчас ее обратно выделю HQS HQS а вот она потом я на нее HDS в таком в жить андокце страшно за суицидят а так ты ты его а ну классик можешь в игре канвануть а тебе просто линкану эти фиты тоже как вариант вообще без проблем это я тебе говорю для фарма то есть ты в империи там можешь тадвашные фиты сделать дешевые не чтобы ты ты фить корабль так чтобы ты его мог себе позволить потерять для империи конечно не надо такой фит делать это десятки это в нулях здесь в нулях где я живу здесь десятки на таких фитах делают риги там тадвашные никакие не надо ставить это дорого а ты сестер крабишь там против какой неписи миссии это в основном я просто сестер не пилил никогда я не знаю против какой там неписи или там всякая разная непись амар и ангелы а ну да ну амар и блата то же самое а тут уже надо смотреть видишь может быть лучше больше танкануться а в риге поставить тупо на капу ну саньша тоже это то же самое что блата абсолютно то же самое так же ем тепло ем тепло ем основной тепло это второй урон так пока смешная картинка и разрешение получен запас заправлюсь еще можно часик покрапить целый целый час упоротовы крабства включаю варп двигатель у шелды есть только активные адаптивки у шелды адаптивок пассивных нет там есть только вот эти мембраны которые на конкретный урон ты какой-то ставишь и все киртанов здорово это вот там новые врата стоят издалека видно светится ну я понял про тебя ставишь ингульку которая активная тут важную поставь то есть не надо фигеть корабль там в импе намного лярдов в импе гораздо проще корабль потерять чем в нулях здесь можно вопрос задать про покупку исков киртанов нет рмт мы не занимаемся ты немного не по адресу конечно опасно ты че мы не такие так да без проблем ты лучше какие-нибудь по игре вопросы задавай а то че сразу иски иски че ты начинаешь то классик то без проблем обращайся мне как бы не жалко не трудно у меня у меня канал создан для того чтобы новичкам или там даже люди которые давно играют но чего-то не знают именно по до сих пор люди пишут что не знают что контур зажимаешь мышкой обводишь можно непись так все обводить до сих пор люди есть которые играют годами и не знают что можно так делать ну да кстати кертанов ccp тебе в помощь а просто сам помню когда собственно новичка он был никто ничего толком не объяснял в основном структуры лочат у меня там есть видос у меня вот смотри вот у меня ничего не лочат вот смотри как у меня все сделано вот состояние у меня все такие типы смотри ничего нету кроме генератор это циноингибитор подснабжение дрон то есть только буровые если я увижу объекты все выделены кроме одного почему-то кто это материальное сооружение тоже кстати не должно быть вот это вот материальное сооружение в объектах все корабли все выделены все больше ничего нет нпс тоже все выделены ой все 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 лочится что-то что-то не убираешь а потом сохрани когда галочки убрал обязательно нажми сохранить когда убираешь галочки жмешь обязательно это у меня тоже не сохранено это когда хочется чтобы что-то отображалось вот здесь но здесь не отображалось это уже совсем короче не заморачивайся Долго объяснять Тяжело Я, кстати, допер до этого сам Мне тоже никто не подсказывал Просто сидел и тыкал в кнопочке Наверное, я не знаю, несколько дней я так пытался Понять, как же Я просто задался вопросом Я имею ввиду, у тебя только непись И лочится, а у меня еще и структуры бы Залочил, ну так я тебе и говорю, можно сделать так Чтобы структуры не лочило А только непись Все можно сделать Потому что игра позволяет настроить это все Вот в чем прикол Блин, разгон Да, крабинг жесткий Грожание То-то-то Включаю варп двигатель. Даже Тика не выходит за аномальку. Ну Тика вообще-то каждые 20 минут. Я за 20 минут успеваю сделать... Не знаю, сколько там. Сколько за 20 минут там аномалик? 4,5 минуты аномалька, грубо говоря. 4,5 аномалик. У одной аномальки 28 лямов примерно. Тика у меня 100 плюс лямов в основном. Это если не слоупочт. Ну там и по 130 были. Сейчас я, получается, докался пока. Ну, Тики. Ну тут один вот этот вот с Дредом. Остальные, в принципе, на обычные Тики. Ну там две фракции прилетало. Ну это... Там фракция, так господи. Так тоже. Микро прибавочка. Чуть-чуть надо отапливать. Значит... Там можно забампаться. Фитить корабли несложно. Для ПВП, может быть, да, там определенные нюансы есть. Что ты хочешь, кого ты хочешь убивать. То есть ты от этого отталкиваешься. А именно для крабства фититься очень легко. Сначала определись, какую непись ты бьешь. Ага, вот эта непись бьет тебя тем-то, тем-то. Тем-то, тем-то. Ага, да. Бывает, что непись попадается и другая. Но опять же, то есть ты в риге затыкиваешь, получается, эти капричаны. Как они там, господи. На перезарядку капы, короче, риги дешевые. Вот. Пожалуйста, поставил. И смотришь уже. Ага, так. Небесь бьет взрывом. Потом кинетика, да. Более слабый урон. Ну и все, пожалуйста. Ставишь себе инвульки на эксплозив, на кинетику. Плюс адаптивка, например. Все. Успех, счастье. Возможности. Нижние слоты обязательно поставь чемодан, если ты на шелдовом корабле. Чемодан дает очень прилично. Пренебрегать им не надо. Но опять же, он может оказаться лишним, если ты фармишь через МЖД. Это нужно смотреть самому, как у тебя получается. Я помню, у меня паладин в итоге, вообще, чуть ли вообще не без танка. То есть у меня было тупо два харденера на ЕМ. Один харденер на тепло. И все. У меня все остальное было. Думаг там, короче. Нижние слоты, да. Риги там были на скорострельность. Потому что крабил через МЖД. Ну вот, классический случай конского происшествия, связанного с этими фрегатами. Блин. Вот эта подстава надолго. Короче, сделаем так. Включаю варп двигатель. А, и еще пачка осталась фрегатами. Сейчас попробую посшибать. Если они собьются, тогда еще ладно. А, да не, не собьются, короче. Мракобес уже один выполз. Все. И вот, вот, блядь. Конский случай. Самый конский, что можно себе только представить. Ну вот, да. А вот эта падла успела вырваться. И все, и капец. И в него не попадешь никак. Вот, просто никак. Он орбитит. И, к сожалению, попасть в него нереально. Сделаю я по-другому немного. Сейчас откатится Думсдей. Я оставлю один линкор. И фрег этот живых. Фрег. Поставлю сеточки себе. Заситкую его. Убью. Хотя бывает даже и с сеточками в него хрен попадешь. Вот. Ну, пусть лазеры пока пуляют. Там бывает, что что-то там. Что-то пойдет не так. У фрига. Но шансов на это почти нет. Что там, что-то такое промо будет. Такое попадание, точнее, будет хорошее. Забавно тоже, конечно, урон сделан. Вот он летит и все рядышком. Все рядышком. Хотя, Титан, да. Что-то должно быть такое, что и мелочь бы такую убивала. Напополам бы его разрезало, например. Тик очень сильно падает вот из-за такой херни. Очень сильно падает. Сейчас вообще Тика никакого не будет. Это при том, что он на МВД, да, хереначат. И ему все равно не попадает. Эх ты, Титан. Только гала-концерт тут устраивает. Всех наводчиков расстрелять. Вот он может быть... А, хотя нет. Если бы он бомбанулся бы хотя бы чуть-чуть, и вот в этот момент как раз... Если бы попало бы нормально. Вот, конечно, такого не дождешься. Он прям как раз по краешку прям... Хоп, пролетел. Эх ты, парла. Не бомбается. Сейчас как раз развернется Деполоха. Огроз падет. Можно будет перефититься. Это тоже неправильно. Ну и что, что пушки большие? Они что, не могут вообще попасть в него? То есть, почему нет вот этого вот... Как бы... Мы же понимаем, что если такой лазер попадает в такую мелочевку, он должен его просто, знаешь... Разрезать. Просто разрезать. И все. Напополам там. Или, может, еще как-то. Здесь почему-то отыгрывается роль, что здоровенный титан не может попасть по такой бездюхе из-за того, что... Из-за того, что она бездюхая. Все. Я вот даже сейчас заситкую, то не факт, что у него попадет. Потому что он слишком близко. Четыре с половиной тысячи всего. Видите, да? Вот так вот. Вроде заситковал. А, ну вот попал. Надо же. Улилуйя. Один раз. Ну давай еще разочек попади. Все, вот. Наконец-то это говно убило. Там еще другое говно, но мы с ним сейчас тоже разберемся гораздо быстрее. Я ставлю два каприча, иначе капы не хватает на крабство. Совсем не хватает. Ну, давайте еще раз попробуем. Ну, я не буду тут пилить два кармана. Это все равно долго. Как ни крути, это долго будет. Долго будет. Ну, теперь нормально. Тогда я что-то поторопился немножко. Вот из-за таких ситуаций, конечно, очень жестко падает тик. Подожди, это тоже туманка. Включаю варп двигатель. Видите, это туманка. Ну, там мазера вообще с ума сходят. Блин, это по-любому занята сейчас будет. Включаю варп двигатель. Так, там фракционик это не было. Я не смотрел. Не было. Какая-то корявая механика повреждений, конечно. Вот этот тут автотаргет. Как-то разрабам надо подумать, чтобы сделать поинтереснее. Прикольно, конечно, но не очень. Так. Теперь нужно очень. Вот здесь. Вот здесь. Потом. Как-то так. свободно вот бывают такие нюансы самое идеальное расстояние 20 километров 21 километр тут конус очень широкий будет он полюбастом цепляет все что есть без всяких напрягов все убивается а вот когда в упор привар бывает что вот этот лучик который вначале какого-нибудь фрига не зацепляет или какой-нибудь линкор не зацепляет и он собственно вы выживает весь регион в нейтралах фигово тебе александр у меня все норм нейтралов нет ну были тут какие-то пять ну так на мелочи катались они но не подлетали у них больше шанса был под бозоник какой-нибудь попасть случайно тут-ту-ту-ту-ту-ту давай откатывайся надо вот они вот так появляются интересного гайки ближе к этим камням а я никакие проги не юзу у нас в принципе intel канал в каждой системе кто-нибудь да есть поэтому в принципе нейтралы не не пропадают с радара включаю варп двигатель включаю варп двигатель включаю варп двигатель включаю варп двигатель а предсмертный выстрел дальше думаем блин что не настроена что ли дальше думаем а Продолжение следует... Так... Отвечаю на вопросы... Даю ответы... Это тут близковато... Тут тоже можно... Прошляпить... Нормально так-то... 700 лям за утро... Ну и сейчас еще сколько может... 300-то не получится уже... По времени... Добить... Хотя посмотрим... Посмотрим... Одни попы... Куда-то топит... Прямо жестко... Быстро... Я вообще не представляю... Как я раньше жил... До того, как в гуны вступил... Даже... Все как в тумане... Блин... Неужели такое было? И как сейчас там кто-то где-то... Постоянные ганги... Какие-то... Летают... Кто-то... Что-то там убивает всех... Ужас... Ужас... Что творится... За Дэлвой... Страшные вещи... Каждый день вылеты... Конечно... Так все нормально... Включаем варп двигатель... Я... Вот кто-то пишет там... Не может летать... Или еще что-то... Ну блин... Ребята... Четыре раза в месяц... Вот в моей карпе... Четыре раза слетать... На любой вылет... Там... Что... Щитстаг... Что... Стратегик... Блин... Четыре раза отлетал... Даже недолго... Там же нет вылетов по полдня... Час-два... Может... Три... За три часа там еще второй пап дадут сразу... Включаю варп двигатель... Так что... Налетал он... Спокойно отлетал... Норму... И все... И занимайся чем хочешь... Вообще пофиг на эти браткасты... Ну если уж ты не хочешь... Как бы... Козвальщики в делу... Козвальщики в делу... Ой... Да забей... Поначалу все тупят... Привыкнешь... Там элементарные команды... А вообще лучше всего просто смотреть... Куда флот летит... Туда и ты лети... Как вариант... Я так делаю... Если... Бывает... Что там фридком что-то начнет... Там вообще... Быстро говорить... Слова проглатывать... Ох... Игропу здорово... Так... Тут занято... Занято... Лучше за святыни... Деритесь за свою... Включаю варп-двигатель... Включаю варп-двигатель... Давай-давай... Нипись убивай... Пусть мне немножко капает... Что-то там... Перестал Нипись убивать... Жалко что-ли? Вот жмот... Фу... Фу таким быть... А нет... Убивают... Убивают... Он идет... Пока отварпываешь... Считай что он амальку пофармил... Блин... Тут еще гавань появилась... Ну ладно... Убивай... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Минткиллер Но я запускал музыку Вообще левую Допустим на стримах YouTube просто не даст тебе это видео Монетизировать А так оно у тебя так и будет на канале висеть То есть оно тебе пришлет письмо Там нарушены авторские права В принципе там можно в настройках удалить Эти композиции Которые что-то нарушают Чтоб ты мог сам монетизировать видео А так если тебе монетизация не волнует То у тебя просто видос висит И ты сам его монетизировать не можешь Вот и все Вот и вся разница Это не считается нарушением Правил YouTube Это просто тебя предупреждают Типа мол у меня такое постоянно Музыку включу какую-нибудь Или телефон вот это орет у меня песенка А она тоже сразу же у меня Проблемку создает Но так как я монетизацией не занимаюсь Потому что я и не могу ей заниматься Так как у меня нету тысячи подписчиков Но и на тысячи подписчиков нет смысла Опять же этим заниматься Поэтому мне пофиг Там пара видосов у меня есть таких Которые Какую-то там YouTube песенку услышал левую А так они все Это доступно видео Их все могут смотреть Могу удалить Ну то есть Можешь не удалять Можешь забить Можешь забить Включаю варп двигатель Это что поревелось Включаю варп двигатель Попробуем сюда Ничего страшного 12 человек осталось до 1000 Ну да 99 лямов тика пришел Костян Донат не работает Да Включаю варп двигатель Ща посмотрим Да нет работает Все вон есть А что ты именно хочешь Вот тут все и есть О, надо удалить Блин, копия на фолл Не, вон донатиналерс работает Что это то Streamlabs.com Тоже должно работать Тоже работает Да Все есть Не знаю Не знаю, смотри Что ты нажимаешь Не то Все работает Ну я просто вот смотрю Ну то есть Как бы Вроде все есть Сколько будет стоить Титан С нуля Инжекторами Вкачать Инсагу Здорово Ну давай посчитаем Блин, очень много Блин, я тебе так не могу сказать Это огромное количество банок Банок сто Я думаю Хватит Вполне Это же Ну если просто Скилл Титана Ты вот возьми Перса Создай нулевого И посмотри Сколько тебе До Титана Сколько там дней То есть Одна банка Без всяких Имплантантов Дает примерно Десять дней Одна банка Это до Пятидесяти миллионов СП Грубо говоря Десять дней Вот считай До Титана Тебе там Триста дней Или двести дней Вот Двадцать банок Да Грубо говоря Потом Пушечки Посмотрел Сколько тебе До Т2 Капитальных Пушечек И еще Сколько-то Там Потом Начал Прибавлять Саппорт Скиллы На турельке Потом Всякие Пауэргрид ЦПУ Ух ты Что-то было Короче Че в натуре Что-ли Не работает Виджет Оповещение Почему не работает В натуре Не работает Ну нет Это Брякнула Эта фигня Ааа Блин Там я Короче Знаю Почему Вообще Пять сек Потому что Эм Смотри Спасибо Игропус Большое Это ты Получается А что ты выбрал Когда Когда закидывал Блин А почему Это не появляется Фигня Донайте Он альер Сломался Сейчас Я попробую Сам себе Закинуть Сейчас Черик Закину Пока Пока Думс 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 Ну давай Быстрее Включаю Варп Двигатель Так Ну-ка Странно Да я знаю Что выставлен Счет Давай Прогружай Уже Апап Хоу В натуре Картинка не появляется Ща переделаю Фигаси Так Сейчас я поудаляю Всякое Дерьмо Которое Не нужно Настройки Виджета Уповещение Барин Вот этот Донат Аналерс Подставляет Жестко Кидок Какой-то Опять Что-то Не работает Давай Варп Включаю Варп Двигатель Так Так Ну-ка Ну-ка Сообщение Что-то Не работает Вол Так Тут уже Крабят А сейчас А Все понятно Короче Сорян Сообщение Все заработало Это В этом В ОБС Она у меня Стояла В самом Внизу И Получается Какая-то Другая Хрень Короче Перекрывала И Поэтому Не появлялась Варп Двигатель Арни Вернулся Включаю Варп Двигатель Лол SVBN SVBN Здорово Сейчас Удаляю Всякая 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 Рада Всякая Так Кто-то Пишет Активно Какая Защита Данных Блин Так, свободная гава Наконец-то все Возвращаться в русло То этот донатион аллерс выбивает Из этого русла Да, две стиляны не успею добить Из-за этих остановочек Маленьких Я вот думаю, может после обеда Стар Ситизен постримить У меня сейчас Стар Ситизен не лагает Кто хочет позырить Стар Ситизен Всякие квестики повыполнять можно Там сейчас на инопланетных кораблях Можно полетать Ну там я вчера полетал О, кстати, так-то Не такие уж они и прикольные Больше на отстой похоже Под каким-то углом непонятно Он, блин, приварпал Тут-ту-ту-ту-ту-у Блин Ха, может быть Саня в Dead Space поиграет не хочу гитспейс включаю варп двигатель включаю варп двигатель включаю варп двигатель вот, 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 отставить, отставить лучше на эту варпать включаю варп двигатель включаю варп двигатель давай варпай, титун сейчас уже пора заканчивать конечно, вот, скоро скоро дт когда варп Ár Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тяжеленький кораблик... Продолжение следует... 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 Теряется тик, особенно на титоне. Нормально, в принципе, по двору пал. За утро почти лярд уже накрывал. Ну, хотя лярд-то почти есть. У меня там было 940, а то ли 960 лямов, когда начал. Получается, еще один тик, и будет лярдос с 10.40 где-то я краблю. Продолжение следует... Ну, блин, как перед ДТ прям что-то поперло людей покравить. Интересно, с чем это связано. Перед ДТ как раз-таки дробнуть могут. Так, это по-любому занята. Мне вчера смс-ка пришла, мол, здрасте, такой-то, такой-то к вам... Типа должна прибыть группа судебных приставов для... Как там, для описи имущества, для погощения кредита. Кредита я чуть-чуть не ехуил. Пидарасы, ничего даже не сказали, сука. Из-за трех просрочек. Ну, я потом позвонил. Че за дела? Так, ой, простите, это мы случайно отправили. Бла-бла-бла. Ну, типа, вам надо быстренько-быстрее гасить. Я говорю, блин, как могу так гашу. Буду гасить так. А то, сука, комы заберут, это пиздец. Компа как раз хватит, ёпта. С мобилой стримить неприкольно. И что бы стримить-то с неё? Я говорю, я сидел без этого корабля дома, выплачивал спокойно. И как только приехал сюда служить, всё, жопа, платить нечем. Бабки за квартиру уходят, бабки на еду уходят, денег нету, ништяк. Я говорю, Катя, давай разведёмся. Я буду жить на корабле, тогда деньги будут копиться. Нормально. Ну, конечно, Катя не согласилась. Пошли играть в Dead Space 3. Не, точнее, не. Ага, этот, Титана показывать. Это уже никому не интересно, Костя. Титан, это очень интересно. Да, я хочу Dead Space 3 играть, а вчера он второй прошёл. Да, ну, я сейчас после, я сейчас, наверное, дела свои поделаю и Star Citizen постримлю чуть-чуть. Ага. Я же там этот Avenger, Титан, Ренегат апнул, а теперь хочу... Я понял. ...покатать на нём. Я понял. Ну, окей. А мне, чтобы играть? Покопай. Ну, только вот домой пришёл копать. О-о-о-о. Не хочу, да. Не хочу копать. Не хочу Dead Space 3. Да, ну, это надо садиться, я не знаю, прям, знаешь, на весь день. Там, ну, почему можно поевать там пару часиков. А, на 3-2 пару часиков это дичь полная, даже не поймёшь, что происходит, а уже заканчиваем. Ну, же все, пора заканчиваем. Не, ну, типа, я вон, как первый, первый проходил, второй-то я за один день прошёл, там, поиграл 2-3 часика, там, через несколько дней ещё там поиграл по чуть-чуть, типа, одну. Да, я заметил, двое суток сидел, ну, стоп, играл. Ой, это тебе показалось. Угу, тут я. Угу. Вообще, безостановочно просто. Dead Space. А второй части же заканчивается, что Айзек же живой, он же с тёлкой этой одноглазой, она ему навязала. Ну, да, она его подобрала, всё правильно. Да, я чё-то думал, что он умер. Не, не. Чё-то я думал, он помер. А как он тогда в третьей части появился? Что его там? А, он в третьей будет, да? Так же Айзеком там, Айзек и второй его кайфан. Я чё, Айзеком играю? А, думал, сука. Ха-ха-ха, я успел. А в чём разница, с кем играть? Глюки прикольнее. Да мне кажется, у него кореш более упорный, чем он. О, да я хочу быть корешем Айзека. Там у него красная такая броня. О, красный заебись. Да, да. Там их обоих же прёт заебись. Да, да, да. Вставляет. Только у каждого разные глюки, так что... Ну, конечно, естественно, так и мысли у каждого разные. Да, 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 глюки разные. На Соньку 4 декабря дают ужастик. Костя Сома называется ужастик. И что-то надо делать. Бояться. Бояться? Да. Ну, говорят, очень хороший ужастик. Прям вот уважение. Чувствую, буду стримить и играть. Да. Так. Ну, говорят, прям капец страшный. Блин, мне почему такая совершенно не пройду эту игру? Сому. Она пройдёт тебя, да? Да, я так посмотрел трейлерочек, знаешь, что-то как-то... Как-то немножечко страшно. Чуть-чуть совсем. Это был всего лишь трейлер, да? Я не буду в неё играть. Ну, там типа какая сюжет простой, типа. Самогон, ПВП, здорово-здорово. Сюжет простой, как две копейки. Где-то, ну, как в Биошоке, где-то под водой какая-то подводная там станция, да? Всё плохо, да? Всё плохо, да? Какие-то роботы непонятные, которые все как один считают, что они люди. Ты понял? Вот они все думают, что они люди. А ты нет. Вот. Ну, как бы и всё. С чёртовы парадоксы, да, блин? Да, 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 всё остальное нужно играть. Да, как бы там. Говорят, концовка очень классная, говорят, страшно. Сдетс. Так, ну, на суп я не буду варпать, там полюбас кто-то сидит уже, потихоньку грызёт её. Следующая уже гавань появится, я на неё сразу же бахну. Ну, уже 41АЕ лететь, это её 100% займут. Да её запилят, пока я буду лететь. 100% конечно. Вот. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. В готике во второй. Вот он. Вот он. Там есть такие чуваки. Шо ты там с кредитом? Шо ты там? На жизнь без кредита. А, ну, потому что у меня 87 штук я торчу русскому стандарту. Мне надо хотеть 87 штук гасить срочно. А шо такое? Или хотя мне вчера смс-коп разрешать, я тебе посчитаю. Ну, давай, заряжай. Поликоп КВ. Удомляем вас о выезде 30-го по адресу регистрации для оценки вашего имущественного положения на предмет взыскания в пользу кредитора. На основании СП 2013-2018 года номер телефона и, ну, собственно, я позвонил. Ну, это еще не от приставов тема, это от банка. Но я знаю, что суд там уже был по поводу этого кредита, там, типа, они как бы, ну, ясен пень, что суд присуждает 87 штук мне, ну, все правильно, да? Вот, 75 кредит и остальное это проценты по кредиту, вот. То есть там сколько там получается? 12 тысяч. Вот. А я же, как приехал, у меня почти половина была погашена. Ну, я говорю, ну, блин, я нормально обгасил его, а тут, блин, денег нету в Североморске. Я говорю, там, то, что тут народ крутится, он как может рассказывать, вот, кто-то приезжал, ну, что это за стуки, сука, башкой шляп стену бьется. Ну, вот. И жили на кораблях, там, сколько-то месяцев, там, хотя бы до первой полярки полгода живешь. Вот, либо искали, там, дешевое жилье, там, соседних, тут есть поселки недалеко, там, Сафонова-3, типа, поселки дешевле гораздо, то есть там уже за 7 тысяч можно снять, а здесь 15 тысяч. Разница, как бы, есть, да? Ну, да. Я, что-то, все, приходилось все потихонечку брать, брать с этой карточки, там, на продукты, на еще какую-нибудь шнягу, там. Шапку тоже зимнюю покупал, полтора рубля, куртку, там, еще за куртку отдал, полтора косаря, чтобы ее отремонтировать, эту военную куртку. А, блядь. Я понял. Короче, жопа полная. Я, что-то, вчера позвонил, поговорил мне, типа, вот, давайте будете, там, выплачивать, там. Я такой, ну, типа, давайте по 3 тысячи, типа, каждый месяц, я, типа, готов. А, они такие, ну, ок. И я такой, ага, ок. Вот, я сейчас уволюсь. Ну, там, конечно, работаю, я найду на малой родине. Угу. Блин. Блин. Ну, тут чувак еще просит попорталить ему какую-то хуйню. Попорталить? Ну, Титан умеет порталить. А, портанильный бухт. А, нет, он сюда прыгнул, ами. Да, фурус, блин, я, короче, хз, он хочет, чтобы я изнула порталил, но у меня с собой портала нет. Ну, мне надо, короче, прыгнуть в один декю. Сейчас. А я сейчас загляну, что-то мне слушок прошел, что в Red Redemption не онлайн появился. То есть, если это так, то ты знаешь, что-то... Хэллоу, ультра, старин... Перестарай, перестарай. Гимпад. А, ну, индусам привезешь? Ну, давай, сейчас я тебе... А, я тебе его... А, нет, сейчас сделал. Блядь, еще один функционер. Сейчас, блин. Сейчас поставлю. Капец, ели Костя подорожал, представляешь? Кто? Баллон с гелием подорожал. Буквально два месяца назад стоил 3000 баллон с гелием заправить. Теперь 7 тысяч. Зачем тебе баллон с гелием? Да, я что, много чем занимаюсь. Ну, чтобы был гели, да? Чтобы было, да? Да, чтобы было, да. Интересно. Что-то я не люблю этого Дарк Блада. Был же? А, вот. Не, просто я тебе к тому, что... О, нифига себе, да? Как вообще, внезапно. Ну, я такой... О, мне больше интересно, зачем тебе гелий? Да, какого... Макты рассказал. Зачем мне гелий? Ха-ха-ха-ха. Ты что? Ну, зачем мне может быть гелий, Костя? Зачем? Наверное, чтобы сделать гелий жабль, наркотики буду порезать. Или это что ты что думал? Зачем еще может быть гелий? Да. Ты будешь его пыхать и разговаривать смешным голосом? Ха-ха-ха. Пыхнул гелий. Вариант. Это очень жестко. Мне кажется... Звучит как-то... Это же жесткий пацан, поэтому у меня только самые жесткие наркотики. Где-то гермо там всякое, кокаины, марихуаны всякие. Для слабаков, да? Ведь лулохи только таким занимаются. Настоящие мужики, блин. Долбят гелий. Ужас нах. Ну, ты как думал? Ужас нах. Ужас нах. Да. Удолбишься бывает, гелия. И не помнишь потом ничего, да? Ха-ха-ха. Сейчас полутаю фракционники. И надо заканчивать, я тут обещал. Не понял. Кому там что обещал? Е. Не видит контейнер. Ред Реденшн онлайн, Костя. Написано, скоро в продаже. В смысле, скоро в продаже? Это что, мне, чтобы поиграть в Ред Реденшн, нужно покупать, что ли? Что значит, скоро в продаже, я не понял. Нет, там отписи скоро в продаже. Тебя разбудят на бабло. Ну, я же говорю, это разводняк будет. На бабло. ГТА 5, он взял ГТА 5 и сразу ГТА онлайн доступно. Вот и будешь рассказывать это кому-нибудь другому. Ха-ха-ха. Сейчас выйдет. И зайдет. Там какие-то стримеры-хуимеры уже стримеры, жопы такие. А я не могу. Ну, может, у них, этот, типа, бета, не бета. Ну, это с ним же, этим, у кого там больше хотя бы 5000 подписчиков, им же ключи там высылают. Не. Да. Но только ты, когда, но только там с одним условием. Только хвалить. Не будешь хвалить, больше ключей тебе в жизни никто не выслит. Варси вилсоу, хлоу, хлоу. Притом такая тема, Костя, я когда пробил, я прям, знаешь, аж немного завалил. Там как идет? Тебе высылают ключ? Ты либо хвали игру, либо не хвали. Если хотя бы одну компанию и так тебе ключ вышлют, а ты, ну, обгадишь со всех сторон, да? То больше тебе никто не вышлет ключ. Вообще. Никогда. Никакая компания. Ну, как интересно звучит, да? Да. Демократия хули бы. Да. Как интересно. Сейчас откатится эта шняга, 10-10 5-минутная шляпа с обновлением. Еще одного на мальку спи. Так что, только что ты понял, почему Red Redemption так все хвалят. Ты так, ммм, какая гауна. Да, 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 я вижу пару ключей, я ее сейчас вправлю. Да, да, да. Тут где лизнуть еще, я тут нигде не лизну, да. Да, да, да. Ативочка упала на 35-минутную, пушечка бесполезная. Вот так что-то сегодня фракционники какие-то не очень. Включаю варп-двигатель. Поиски активов, выбиваешь и все. Блин, мужик, ты слишком сложного уже делаешь. Ты случайно недобрый человек. Чувак, я кредит не могу погасить. Какие иски? Какие иски? Я тут уже не знаю, что мне делать, блин. Какие иски? Джамп. Ага. Давай, как довезешь, скажешь. А что, в ноле есть кип стар, что ли? В ноле? Охрен пойми, если честно. Я там почти не раз был, сто лет назад. Да я вот спрашиваю. Так, мистер Даркелф. Лети. Я сейчас линкану, куда лететь, короче. А то, говорит, я, говорит, привезу. Ну, а дальше ты сам, да? Да. Лети. Лети. Ой, лети, лети. Абнестера. А, ну или как вариант Абнестера, да. Скинешь в ангар мне, я тебе ангар открою у флота. Ну, вези, вези. 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 Я пока аномалечку еще, а то и две успел. Включаю варб двигатель. А, вот как раз парочка аномалечек еще до двух лирдосиков. Включаю варб двигатель. Какая интересная история. В танке 0.5 напал неадекват, убил кораблик. Последний купленный за последнее. Ну, вот у меня тоже титан куплен на все последнее. Два лярда на валете. Я понял, ты че же открадываешь-то немного. Ну, что на последнее? Ты когда-то там уже купил? Уже ж немного открабился. Чуть-чуть. На подписку-то уже есть. Подписку-то я уже вот именно что активировал. Да. О, да. Мне подписку сейчас тоже надо активировать, зайти. Я что-то фигею. Я, блин, не успеваю эту подписку активировать, как она заканчивается. Она просто, я ее активировал, она мне, бум, письмо на почту, через 6 дней, все. Я же только заплатил, да? Я же только что заплатил, боже. Да, бля. А месяц так-то, если подумать, очень быстро проходит, скажи, Костян. Месяц вообще, опа, и нема. Я сам, бывает, поражаюсь. Так как это в игре тут упи прошел, а в реальности, блин, счета платить, там, кредиты, там, что-то еще. Только взял, как этот, говорится, взял кредит, да, уже завтрак тебе в дверь стучат, типа, да, блин, мы пришли отбивать ваше имущество, у вас просрочка про оплате. Так я только вчера взял кредит. Там только сегодня уже завтра. Так у меня, помимо титана, еще 4 окна, которые хотят кушать. Кушать. Да, все хочет кушать. А там 5 окон, блин, заплатишь, и все. Что крабил, что не крабил. Что крабил, что не крабил. Что крабил. Что крабил, сука. Нету денег. Совсем. Что же я крабил. Так, Андрей, здорово. Да я же тоже из кита я этих не солю, я их постоянно трачу на что-нибудь. Я нафига фармлю-то вообще. Не, просто вот люди, как пишут, кости, а мне такое тоже часто пишут. Они как думают. Он думает, что вот у тебя есть титан, да, то, наверное, скорее всего, кости, ты даже с дома не выходишь. Ты вот с утра, вот тогда, наверное, до 12 ночи, каждый день ты, наверное, вот крабишь, просто, наверное, у тебя рисок миллиард. Скорее всего, кося, ты, наверное, РМТ-шек. Ты просто, потому что любишь ты там. Ты просто злой. Да, да. Ты просто думаешь, бяки, про людей. Я уже перестал отвечать, надоело уже. Ты видишь, тебе надоело. А мне? Да, тебе еще не надоело, ты еще это, ты слишком, слишком еще. Чего? Я слишком чего кого? Слишком сильный еще, да, пока твою броню еще не пробили этот. Андрей, я тебе просто серьезно говорю, это только кажется так, что вот ИСАК полно. Я их постоянно куда-то трачу. Я же там летаю, вылеты, да, бабки. Джум. Я вот вижу тоже, думаю, может вылет какой-то будет, может полечу. Только что-то враткасты не приходят, что-то тишина сегодня. Никто никуда не летает. У меня аж нет времени каждые сети. Вот я пострибил, вот лярд за утро сделал. После обеда я буду, наверное, старый ситизн стримить до вечера. Потом придет жена, мы, наверное, с ней будем кино смотреть. Я, кстати, вчера посмотрел этого нового хищника, уже в хорошем качестве. Известно где, на каких ресурсах. Блин, мне понравился, прикольный фильмец там, трех тибеток. Но только, Костя, большой минус. Главный герой. Как бы, ну, в чем большой минус? Вот помнишь старого хищника, где Шванснеггер с хищником этим дрался? Там, как бы, Шварц, на него смотришь, там, мускулистая машина. Ну, как бы, все логично, да, что он может там как-то с ним драться. Мускулы, шмускулы. А тут какой-то, какой-то дрыщ, который, я не знаю, блин... У меня же... Снайпер, Саня. Блин, ну, снайпер, не, хорошо, базара нет. Так он хитрость убрал. А где там, у него ни разу ни одного момента не было, чтобы он прям вот на кулачках махался с хищником, еще и всталил. А его там кидали так об стенку, что я сижу, ну, это я уже придираюсь, понятно. Ну, блин, об стенку-то, если бы тебя кидали, и ты бы сразу умирал бы, это было бы очень грустно. По крайней мере, я думаю, было бы вообще хуево. Не, я не спорю, я просто к тому, что это уже придирка моя, знаешь, я бы хотел, чтобы был какой-то главный герой, но там... Хоть немножко мышцы, чуть-чуть, чуть-чуть, совсем немножко. Я посмотрел баллады Билли с Кракса. Мы посмотрели. Баллады Билли с Кракса. Господи, что это такое? Полумюзикл такой фильм, но там особо не поют, меня это бесит просто. Что, блин? Интересно, очень интересное кино, на самом деле, нам понравилось. Там кино состоит из нескольких историй, про разных людей, разные судьбы. Короче, довольно-таки интересно. Йол Стоун, посмотрите, хорошее кино. Что-то знакомое. Что-то знакомое. Так, надо заканчивать. А, уже ДТ что ли? Да. А, как кроваться, да? Ну, сейчас-то на майку запилю. Потому что надо будет еще стоять. Надо помочь чуваку. Да. Сейчас, помоги чуваку. Про порталим его. 20 минут еще есть успею. Только порталим. Полностью. Фуру, фуру надо порталить. Да, я понял. С Тронсуум как раз, кстати, с собой есть ништяк. Порталь меня полностью. Один аномалий. Один. Что за глюки? Глюки? Что-то фотошоп. Фотошоп зашел. Что-то фотошоп выделывается. Ты умеешь фотошоп? Да, я же... Вот это же когда ютуб канал, я же рассказываю. Ютуб канал завел. И вот мне по приколу, знаешь, там фотошоп поизучать, там видеоредактор. Да, ты заебал. Я говорю про фотошоп чисто. Ты умеешь фотошоп? Да, умею фотошоп, Саня. Все, не занудусь. Да, умею фотошоп. Ну как умею? Я вас понял. Чуть-чуть. Принято? Есть. Есть. Ок. Эй, окей. Ок. Ну, если смотреть на вот этих, знаешь, как его свадебных фотографов, то я тебе скажу, если сравнивать с ними, то я не просто умею фотошоп, Я фотошоп. Ты фотошоп. Я фотошоп. Да, да. Я уже понял, что делать. У меня у знакомого одна такая проблема, да, там возникла, короче, на свадьбе там фотограф что-то там нафотографировала. И, короче, все фотки вообще такой, ну, то есть фотки-то сами видно, что хорошие, а вот разрешение, качество такое дерьмо. Вот это правильно рассказал. Вот такие фотошопы, вот такие свадебные фотошопы. Просто дерьмо. И она, короче, там, они, короче, отказались платить ей деньги, потому что фотографий по факту никаких нету вообще. Нет фотографий. Ну, вот. Я смотрел там целое... Ну, конечно, за что платить? Целое битва. Конечно. Да, у меня тоже с моим фотографом там была битва с фотографшей. Я не знаю, я до сих пор желаю ей заболеть раками и всей семье. Поделала фотки, Костя. Много фоток. Ты понял? В конце типа скидывает фотки, как она там от фотошопила. Там где-то 300 фоток, дверь, я не помню, не важно. Короче, вот одну, даже половину фоток нету. Вот типа скинула, что она от фотошопила. Я смотрю, говорю, что это, блядь? Она такая, это я от фотошопила. Говорю, блядь. Говорю, тебе матом сказать, как ты фотошопишь охуенно? Или ты мне лучше оригинальные фотки со своего... У тебя фотик, говорю, хороший. Хорошая зеркалка, ты их испортила. Скинь мне то, что ты фотошопила. Ну, типа оригинальные. Скидывает, Костя. Чтоб ты понимал, она такая фотошоп-мастер. Ну, блин, ну... Фотографы тупые люди, ну что? Самый дегенерат купил зеркалку, все, он фотограф, блядь, свадебный. Скидывает, чтоб ты понимал, они еще лучше, чем у тебя, что она отфотошопила. Я говорю, прекрасно, девушка. А остальные фотки где? Скинь мне все, пожалуйста. Я тебе все не скину. Я говорю, в смысле? Теперь все оплачено, почему ты мне не скинешь фото? У меня есть свои причины, чтобы вот не скидывать. Я говорю, блядь. Возвращай бабки, тварь. Какие причины? Где мои бабки, Лебовские? Какие причины? Вы типа, кто вы такой, чтобы я вам отвечал на свои причины? Я понял, говорю. Говорю, ты хочешь еще денег. Я тебя понял, девочка целочка. Сколько ты хочешь денег, сука ты такая, чтобы все фотки ты мне вернула? Ну, естественно, я без матов говорил, потому что стоит перед тобой умственно живот, она как собака бежит. Голос заится. Если собаку дальше драконить, то ничего не будет. Да, Саня, подожди. А, все. Болт, болт. Болт, болт. А ну-ка ты скажи, Саня. Болт, болт. А ну-ка ты скажи, Саня. это как-то через тебя меня слышно опять не наушники одеть у меня что это мне надо наушники сань давай сейчас стрим закончу я из-за ну давай я перезвоню короче я проще перезвоню саня просто чем я не хочу наушники надевать у меня наушники такие что можно без ушей остаться вот ну все народ я принципе заканчиваю все сейчас будет человек помогать порталить вэши что там фура наверно всем спасибо кто смотрел всем удачи play safe